Девушки отдыхают Ну да Ну что ж Сегодня, да, опять же, наш эпизод будет посвящен чисто Старфилду Потому что мы его прошли Сколько у тебя часов на это ушло? Блин, сложно, что он не пишет конкретно часы Он пишет день и часы Но если так сложить, вроде ушло 36 или 40 часов Около того Около 40 И это при этом ты со всеми ветками прошел Да, это вот весь контент и некоторые сайды Это, кстати, очень интересно Потому что у меня на одну ветку и на сюжетку ушло часов 20 Примерно 20, может быть, 2 часа Потому что, да Леха у нас прошел все ветки в Старфилде Я прошел только одну Потому что, ну, мне очень понравилась эта игра Для начала Вообще, кстати, для неподготовленного человека Может быть, непонятно Потому что до Старфилда вышла такая вещь, как Балдурс Гейт В ветке в данном, блядь, произведении Это именно сюжетные сайдквесты То есть они не связаны с основным сюжетом Просто у них есть свой отдельный Это как, ну, вот, учитель Гильдия воров, там, гильдия бойцов То же самое практически Но здесь это именно Сюжетные ветки фракции Фракции, вот Сюжетные фракции Да Что сказать-то дальше Я даже не знаю Я не знаю, с чего начать Давай начнем сначала С банального, вот, отношения нашего Вообще Как тебе Старфилд в целом? В целом Вот тут Странная херня Мне Мне Лично Вот мне Игра Понравила Первые 20 часов Я даже Типа, я смогу объяснить Почему Может быть Это из-за того Что, ну, типа Я прошел Достаточно Игробесед Я достаточно В достаточно игр Играл Ну Я имею ввиду Что есть онлайновые проекты Как Fallout 76 И TESO TESOnline В них я тоже играл В TESO меньше В 76 Фолочь побольше И, в принципе Мне очень нравится Космическая тематика И я надеялся Что что-то Прикольное Сделают Поэтому я Исследовал Игру И пытался Вот Сразу пойти По Сайдам Чтобы Ну Изучить Мир Вот И вот В первые 20 часов Учитывая то Что я проходил Ветки Рюджин И Я вот На самом деле Забыл В каком порядке Я их проходил То есть я прошел Чуть-чуть Сюжетку Чуть-чуть Рюджин И потом Закончил Рюджин Вот И дальше А что было дальше? А что было дальше? Ну Дальше я прошел Вангард Сисдев Пайртс И последним Как раз Фристарр И закончил сюжетку Вот И вот так вот У меня Короче Весь Геймплей прошелся Некоторые Сайдовые квесты Я прошел Про них Тоже Как бы расскажу По большей части Я обитал В городе Неон У меня В биографии Персонажа Было прописано То что это Мой родной город Из-за этого Появлялись Ну Некоторые ветки Диалога Условно Конечно Решающие Что-то Ну то есть Я там Типа Практически Без собеседования Попал в Рюджин Потому что Я Типа С этого Города Я и так Знаю Эту Корпорацию Это Кстати Очень Знаешь Забавно Звучит Почему Ну Не знаю Типа Вот Я Например Устраиваюсь На работу Такой Типа Слушай Ну Возьмите Меня Потому что Ну Смотрите Мы в одном Городе С вами Находимся Я тут Жил Всю Жизнь Ну Вот Поэтому Не Ну Тут Имел Имелось Ввиду Что Там же Все Города Это Ну Корусант Звездный Коин Город Типа Привязан Поняла Нете Целикон Полностью Да И Поэтому Я Типа Показал Себя Уже С хорошей Стороны Из-за Того Что Я Мест Я Вот На этой Планете Родился Вырос В этом Горде Вот Ухуй Пайми Как Меня Получается Забросила Вот На эту Блять Шахтерскую Компанию С которой Все Начинается Ну Вот А твой персонаж Мы этого никогда не узнаем Да Твой персонаж Я Уже Да Но мой персонаж Начнем с того Что мой персонаж Это Я создал Внешне Тодда Говарда Потому что Это кстати На самом деле Было вообще Максимально гениальным Решением Учитывая концовку И да Спойлеры будут Спойлеры будут Все Это важно Потому что Мы тут обсуждаем Всю новостью И для начала Я хочу сделать Каминг-аут Небольшой Да Я Не играл В Скайрим Ладно Пизжу Играл На самом деле Но очень мало Просто Когда все Играли в Скайрим У меня тогда Был выбор Купить Скайрим Или Майнкрафт Ну понятное дело Что я сейчас Кубоголовый Ну вот Но суть в чем Я реально не играл В Скайрим Вот ровно до того момента Как ему исполнилось 10 лет Как только Вышла Аниверсаре Эдишн Я пошел Купил Спешл Эдишн Поиграл в него чуть-чуть И бросил нахуй Из игр беседки Я играл В Я пытался Fallout New Vegas Я пытался В Моревинд У меня ни на то Ни на то Не было особо времени Я их бросал И только на самом релизе На слабом ПК В 720 На низких настройках 30 фпс Я пытался Играть в Fallout 4 И что-то даже Как-то играл Но не прошел его Конечно же И дробнул Но Опять же С Fallout 4 У меня немного Больший опыт А Fallout Shelter Самое главное забыл Лучшая игра беседки Лучшая Потому что мобильная Вожусь У всех есть мобильники Блин Проседает голос Вот Поэтому я Большей степени Если буду что-то сравнивать Со старыми играми беседки Я буду сравнивать Starfield С Fallout 4 И Как я изначально Себе сказал После того Как я поиграл И в целом Большую часть контента Усвоил В Starfield Это Fallout 4 Только хуже Я вот так Я просто себя отметил Потому что Я не знаю Кстати еще много Многие люди говорят Там Воевка лучше Стрельба лучше Ну способности Не делают эту боевку лучше Они деревянные Очень Стрельба Ну такая же Как Fallout 4 Если не хуже Наоборот Ну Не согласен Ты Не Не согласен Но знаешь Не прям Вот чтобы Прям пиздец Как не согласен Учитывая то что Я не знаю Наверное Лучше себе закончить Я просто так отреагировал Да Не знаю Как бы просто еще Как еще сказать В общем У меня история Сложилась такая Что мне в целом Внезапно Интереснее всего Был как раз таки Мейнквест Насколько бы Хуевым он не был А он очень хуевый Если честно Он Блядь Просто отвратительный Нахуй Но при этом Он меня интересовал Больше всего Вообще В чем заключается Как бы сюжет Вот немножечко Давайте потихоньку Будем к этому переходить Сюжет Ты Шахтер Не важно какую предысторию Сета выбрал Но ты изначально Шахтер Заметьте Я вот одно Только хочу Вот блядь Подметить Ты сука Блядь Ты не зэк В этот раз Поздравляю Нахуй Это Это Да Ты блядь Не был заключен В криокамеру Тебя не везли Блядь В корабле На фоллауте Ты тоже не зэк Как бы В фоллауте Не Ну как бы Не зэк Но там типа Была Криокамера Да Че-то Ну типа Таймскип Криокамера И спустя Десять лет Ты просыпаешься Ну в третьем Фоллаче Окей Ты там Объективно Проходил Через все этапы Рождения Здесь Ты просто Сразу Вот Как вот Мы Описали Слово Скуп Ты Тридцатилетний Блядь Вот работяга На Сразу Рост Работяга На шахтах Где ты Че-то майнишь Тебе че-то там Объясняют Ты там Добываешь руду А потом тебе говорят Там какая-то херня есть Пойди проверь И ты идешь И находишь Артефакт Ядрить его В корень Ты Берешь Это Слово Силы Не Еще нет Еще нет Как бы Да Но как бы Нет Тут вот Есть все таки Сложно Как бы Не описать Оно очень похоже На самом деле Но это еще не оно Оно же в храмах Потом будет Нет Оно будет в храмах Нет Просто Имеется ввиду то что Смотри В Скайриме Я не знаю Как далеко ты прошел Но ты же там Тоже как бы Ну С первым драконом Ты не сражаешься Но когда ты первого дракона Валишь Своего Ты забираешь Его душу Ты еще не знаешь Зачем это тебе Но ты его забираешь Чтобы потом Выучить крики Да Чтобы потом Выучить крики Я тут чуть-чуть Не согласен Потому что В Старфилде Это работает Немного по другому И ближе К финалу Я это чуть-чуть Поясню Если не забуду Но это связано Со Старборнами Именно Да Самое интересное У нас тут есть Старборны Драгонборны Старборны Это уже все Обсосали Это уже все Вот с этого Я дичайше Угорал Но это при этом Одна из самых Таких интересных Частей В какой-то В какой-то степени Но продолжи Такую вещь В общем Ты трогаешь Этот артефакт Ядрить его В корень И случаются Галлюцинации После которых Тебе говорят Типа Чел 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 А ну проснись Давай Пора сжигать Аросаку Ладно 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 Зорвать Да И говорят тебе Что там Ты условно Потрогал этот артефакт И прилетает там чувак Прилетает чувак По имени Барретт Говорит такой Типа Вот ты потрогал Этот артефакт Тебе нужно К моим чувакам В созвездие Не то что Ты потрогал Артефакт Ты что-то видел Да Поэтому Тебе нужно В созвездие Потому что Потому что Да Ты не был Как бы заключенным Ты не был В кривосне Но ты все равно Сука избранный Даже если ты обычный Работяга Вот от этой концепции Потому что ты потрогал Артефакт И увидел галюны И поэтому Давай Я отдаю тебе Свой корабль Корабль технически Не мой Но я его тебе отдаю Ты на нем полетишь В созвездие И все Барретт у нас из сюжета Пропадает Ааа Ну на какой-то момент Он пропадает из сюжета Да Вот Что при этом После этого говорит А ну естественно Прилетают пираты В этот момент Ааа Багровый флот Ааа Вы с ними немножечко Сражайтесь Потом объясним Почему они вообще прилетают Вот В общем С артефактом И барретт Ну по факту Объяснять Фактически Да он просто Прибался Это просто Более Дальше еще один Интересный момент Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сказал, что не его корабль. Ну, это такие придирки мелкие уже. Бля, я вот не заметил этого момента, видимо. Не очень внимательно его слушал, потому что момент, когда, типа, на вас налетают пираты, и после того, как он выдает себе корабль, они идут друг за другом сразу. И учитывая то, что большинство охренительно написанных диалогов я скипал, по большей части, на возможный, я пропустил эту фразу, пока лутал пиратов. Это, кстати, диалог фоновый, он, типа, после того, как ты диалог заканчиваешь, он идёт. Да, да, да. Если он к вас к обращается, то да, это должен быть из фонового диалога. Да, даже так нет. Вообще, постановка там всегда какая-то... В Starfield'е нет постановки ещё, начнём с этого. Мы очень рвано будем повествовать. Да, и нет новой камеры, блядь. Какая игра, такой и подкаст, да. Один план камеры, единственный, вот так вот въебало напрямую. Не, почему? Иногда бывает вот такой. Иногда вот такой. Иногда... Иногда они просто... Не, на самом деле, вот сейчас, извините за скример, у меня пару раз было то, что у меня был вот такой вот. Я, я реально, я один раз... Я припомню этот момент. Это в конце игры. В конце игры произошло у меня такое. Я помню, знаешь, гифки, типа, камеры условные снизу, да, с ног, и типа там Сара сверху смотрит, такая, типа, патетик. Хорошая гифка, на самом деле. Так вот, после этого, да, ну, в общем, постановка диалогов только такая, и камера меняется там с персонажа, не персонажа, она просто прыгает катом. То есть вообще без всякой режиссуры. Просто, чтобы ты понял, чуть позже вышел Киберпанк 2, и я после Старфилда сразу, считай, пошел в Киберпанк 2 играть. Я так же, кстати. И когда я... И что я... И типа, я там создал нового персонажа уже, опять там смотрю, прохожу этот пролог, и вижу, что, типа, моя кочевница там копается в машине, что-то там этого чела толкает из гаража. Прилетает... Приходит полицейский такой, типа, ногу... Блядь. Ногу ставит такой, типа, там, на этот... Сейчас. Вот, я такой... На тачку. Я такой... Анимирована, сука, постановка, блядь. У моего персонажа есть голос, мать твою. Ладно. У моего персонажа есть голос. В Старфилде, кстати, главный герой не озвучен. А он озвучен. Он озвучен, да. Но есть нюанс. Есть нюансы, опять же, позже. Вот все будет позже, ребят. Как и с этой игрой, блядь. Все будет позже. Но в диалогах все, что находится в этой игре, оно, блядь, будет. Этот подкаст еще раскроется, мы обещаем, он раскроется. Если... Если вдруг у вас какая-то херня, вот, не знаю, там, вот, я тут эти все штуки расставил, если где-то какие-то глюки визуальные, комп обновите, чё вы, блядь, это у вас проблема. Да, у вас что, не 50-90? Мне не важно, что она еще не вышла. Обновите комп. Аналог АТМД. Аналог АТМД. Аналог АТМД. Потому что игра партнерилась с МД. Я не знаю, какие сейчас. Я тоже не знаю, к сожалению. Я знаю, 6700. 8800. Это вроде не последнее. Короче, 8800. Ну, короче, да, игра... 535353535. Starfield, беседка, партнерились с АМД. Очень, кстати, охуенно запартнерились они, потому что... Что в игре, блядь, со старта не работает DLSS, блядь, спасибо нахуй. Это, во-первых. Кстати, они его добавить должны. Либо уже добавили, либо добавят в каком-то из ближайших патчей. Ну, либо я не смотрел последний раз, но... Они выпустили просто, знаешь, они выпустили патчноут для патчноута. И анонсировали в нем патчноут, в котором добавят DLSS и интеловский апскейл. Класс, охуенно. Да. И в чем прикол? AMD-то настолько охуенно вообще поработали с оптимизацией, что они вставили свой FSR 2, который работает буквально хуже, чем в любой игре, где есть FSR 2. Где у тебя единственное, что есть, это включить FSR и выключить. И все. Ну и этот... Резкость настройки. Нет пресетов баланса. Нет пресетов. Если вы рискнете, блядь, зайти в игру, и они там будут, вот на момент записи, блядь, нету пресетов. Ты можешь только его, блядь, включить. На момент релиза. На момент релиза еще уточнем. Уточним, потому что мы-то играли в игру с релиза. И я играл с раннего релиза еще. Потому что... Потому что... Ну, конечно, я купил эту игру за 100 долларов, конечно. Вот, пожалуйста, клянусь, да. Все честно. А я с геймпаса забрал. Ну, кстати, уже при релизе я легально поиграл в геймпасе уже. И геймпас-версия, кстати, была оптимизирована даже получше чуть-чуть. Но, типа, у меня FPS гораздо больше. Спасибо ребятам со 100 баксами за BTT. Да. Да. Ну, типа, я в начале, в этой 100-долларовой версии, когда зашел в шахту и увидел у себя 30 фпс на низких настройках, я что-то прихуел. А когда я в геймпас зашел, я там увидел 80. И я такой... Так можно было. Но вся игра дальше работала как говно, на самом деле, да? Полное. Ладно, мы затягиваем этот... Давай все-таки... А, никак больше нельзя. Ладно. Слушай, вот честно, неохота посвящать больше 40 минут этой игре. Поэтому, наверное, приблизимся к сюжету и начнем наши развилки. На секундочку, сейчас 11 вечера, мы хотим спать, наверное, да? Очень сильно. Ну, не факт, что спать. Я бы еще с ребятами поиграл просто. А-а-а. Не в Starfield. А в Patti Animals? Не, у меня как бы девушка и... А, подожди. Patti Animals у нас отменился, да. Ну, у нас отменился. Я думаю, когда мы освободимся, ребята уже закончили. А он вообще отменился. Там никого сейчас нет, по идее. Да и похуй. В общем, прилетаем мы в созвездие. Нас встречают... Нас встречает Сара. Нас встречает... О, Вол. Какая разница, нахуй, как их зовут Сару? Мы знаем, и все. Ну, Сара, чувак в тюбетейке. Чернокожая женщина-медик. Хауди-партнер. Его дочура. Богатейший чел, который строит корабли и зачем-то занимается этим всем. И Васко. Ну, Васко с нами прилетел, считай. Ну да, но он почему-то, когда ты заходишь в здание, он стоит на своем вот этом спауном месте. А, нет. Мы сначала прилетаем на какую-то пустынную... Какую-то пустынную луну. Лутаем там какую-то херню с базы. Не помню уже какую. Да и не важно. И там прилетают пираты второй раз. И они говорят тебе... И главарь. Да, и главарь отряда конкретно. Этого конкретного, да. Этого конкретного. Не сам главарь пиратов. И они говорят тебе такие, типа, «Слышь, бля, гоп-стоп, там это наш корабль». Ты, типа, пытаешься понять, что за херня? Мы знаем об артефакте. Вот они говорят, что мы знаем об артефакте, нахуй. Да. Гони его сюда. И вообще, в принципе, типа, и ты такой думаешь, «А что за херня?» А они говорят тебе, что этот корабль вообще-то рубеж, фронтир, да. На нем там бар отлетал. Это корабль-созвездие, а у вас до хера всякого лута, и мы хотим его себе присвоить. Но я убедил их. Там появляется механика убеждения, кстати. На первый раз кажется, что неплохая. Вообще, чуть-чуть про систему диалогов скажу. Вот смотри. Я понимаю, ты большую часть диалогов скипал. Я? Нет. Я пока... Ну, первое время не скипал точно. И следил за ними. Я не знаю. У меня, может быть, из-за того, что я наигрался в подобные игры, да, вот в игры беседки, я знал, какие диалоги, с какими персонажами, в каких ситуациях можно скипать, а где они сюжетные. Но смотри, согласишься ли ты с таким мнением, что вот я посмотрел на условные выборы в диалогах, увидел, что их там достаточно много, они такие разносторонние, и думал, что система диалогов нормальная. Но дальше играя, присмотревшись к ним повнимательнее, я понял, что это, сука, те же самые, блядь, да, нет, сарказм, блядь, просто через мод выведенные в строчки полноценные. Типа буквально. Это те же да, нет, сарказм из Fallout 4. Если только, если только, вот я вот упомянул, что есть диалоги, по которым ты сразу понимаешь, то, что смысла их слушать нет. Потому что у тебя, короче, три опции диалога, и третий из них, атаковать. Значит, скорее всего, все к этому и придет. В большинстве случаев, есть случаи, конечно, альтернативные, когда, если перед атаковать есть еще переговоры, или скилл диалоги, такие тоже есть, то, может быть, все и не закончится по ножовщиной. Но если у тебя не скилл, например. Да, но это то же самое, что с диалогами. Ну, считай, да. В общем, я убедил после этого пиратов, ну, как я сделал, я убедил, что, типа, нет, нихера у меня нет, они такие, а, ну ладно, давай тогда. И просто, блядь, я не получил. И просто, нет, я типа их убедил, они такие, ладно, уходим. Я просто взял, пристрелил этого чела, и все, и весь его отряд забрал с них лут и улетел. Я не сразу понял, короче, механику переговоров, я ее завалил, и... А я тебе объясню, как она работает. Просто на циферках, на абсолютно ровном. Потом, не, потом я понял уже, потом я понял. Типа, в одном из квестов, как раз квестов пиратов, где мне нужно было, помнишь, на вечеринке вот этой там, на звездолете? Да. Надо было там у бабы спросить, типа, про награду, да? Да, да. Типа, она единственная, кто знает про эту награду, и вот как я ее убеждал дать мне эту награду, я подошел к ней такой, типа, слушай, есть такое там предложение, ну, выбирал диалоги, типа, это тебе выгода, и мне выгода, пытался что-то реально вразумить, как-то, ни хера не работало. Ну, я сейв скамил, естественно, потому что, ну, а как иначе? После этого, я еще раз попробовал, и говорю, и просто, бля, пазязи, ну дай, ну дай, и она такая, окей, хорошо. Сука, секретная, блядь, информация, нахуй, о награде, которую знает только она и больше никто, которую только она должна, за которую она ответственна, на ответ, пазязя, дай, дай мне эту информацию, просто так, да, типа? И это сработало. я уже точно не помню, я просто, я хорошо эти, сука, все моменты помню. Подожди, а ты, ты же не с русификатором играл, да? Нет. Ладно, я просто могу некоторые моменты в диалогах не знать, и я объясню почему, потому что, так, ну вот, короче, созвездие, цара, мы узнаем то, что есть, собственно, созвездие, constellation, да, да, которая ищет эти артефакты, и ищет вот этих тронутых людей, которые потрогали артефакты, видели глюны, и пытаются понять, к чему, блядь, они ведут, а получается мы, первый человек за энное количество лет, которые, которые эти глюны видят, и это зацепка, то есть, можно дальше понимать, для чего эти артефакты нужны. Я хочу, кстати, отметить, что до этого, как я понимаю, этим человеком был только Барретт, и больше никто по входу в созвездие не был. Да, и то Барретт не стал каким-то ключевым, потому что он тоже их видит, но почему-то, 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 почему-то он не избранный, и почему-то, ну, за все время, то, что это вот делалось, да, это вот прям, мне кажется, стердинарный проек, не надо было делать Барретта, чувака, который тоже видит глюны, потому что мы узнаем то, что сигнатур этих артефактов уже слишком дохера на всяких планетах, и храмы тоже видны, они стояли там. Их все уже нашли, блять, без нас, считай. Да, то есть, можно было как бы прийти, и, ну, типа, найти остальные куски артефактов, и так называемые слова силы, то есть, артефакты в пещерах, слова силы, в храмах. Угу. Почему они этого не сделали за все это время, непонятно. Но мы делаем, и то делаем это на отъебись, потому что я закончил игру с одним словом силы, которым практически не пользовался. Мое слово силы, это дробовик. Он, он, сука, вообще нахуй не подводил, ни разу меня. Это хорошее слово силы, но я, тем не менее, собрал их около пяти или шести где-то, и еще, кстати, с учетом того, хочу сказать, что Барт-то может быть избранным, и тоже может иметь это самое слово силы, если ты с ним пойдешь однажды, он тебе скажет, слушай, пыль. Ну, он тебя Дасти называет, типа, пылинка. Я хочу это, тоже, слово силы, вот это, я тоже хочу вот эту хуйню делать, как ты магию, вот эту, а своди-ка меня в этот храм. При том, что как бы вообще, если ты с ним, как с напарника ходишь, он всегда с тобой, он тоже в этом храме летает, и что он сам не собирает эти частицы. Непонятно. Ну, видишь, я сначала вообще был без напарников, потому что черта, одна из черт моего характера была интроверт, и я не брал поначалу напарников, потому что, если ты их берешь, то у тебя самое ебаное нововведение, блядь, этой игры, быстрее кончается кислород. И бана кислорода. Я про него еще скажу. Кстати, когда я начну говорить про режим, я забыл. И кто у тебя был персонажем? Я сделал, я сделал красноволосую девочку по имени Ари, по имени одного из любимых моих персонажей из лиги. И характер интроверт, тропы. Интроверт, косморожденный, давай так это назовем, там есть спейсов, то есть космиченный, то что на поверхностях планеты и в космосе ты получаешь прибавку к скорости движения и восстановлению кислорода, и он меньше тратится. И то, что ты на него не родился. Херня, я не помогу. А? И то, что ты на него не родился. И то, что я так называемый Neon Street Red назывался. Это Пит. Вот. То, что я с Неона. Хорошо, я создал опять же Тодда Говарда по имени Джон Старфилд Второй. Второй, потому что с одним челом как-то обсуждали, и он это предложил чуть-чуть быстрее меня, и он успел, ну и он в принципе скачал игру чуть быстрее меня, и я такой, типа, ладно, чисто в знак уважения к тебе у меня будет Джон Старфилд Второй. Это как бы просто так было. И я был, во-первых, экстравертом, это я точно помню, у меня были родители, и их нельзя пристрелить, я проверял. К сожалению. А может, к счастью, не знаю. И, кстати, я их квест не прошел, но там, типа, есть такая херня, что мать тебе дает пиздатый скафандр, который один из самых сильных в игре, а батя дает тебе один из самых крутых кораблей в игре, ну, для начала игры, как минимум. Который он выиграл в покер причем, или во что-то еще, там, в азартные игры какие-то. Ну, потому что тебе дают... Да. Слушай, сын, я этот, ну тут выиграл корабль, да, мне он не нужен, но забирай. Неплохо. Ну, насчет того, а третий троп я не помню. В итоге я это расскажу потом про все все цепочки, все сайт-квесты и как оно в итоге влияет на твое финальное прохождение. В общем, после того, как вы со всеми там побазарите в этом Constellation, это с тобой, например, ну, со мной шла Сара, и мы идем к... Ну, мы летим на станцию под названием Око. Глаз, которая находится на орбите Альфа Центавры. Бля, про космос, сука, хочется... Ладно, чуть позже. На орбите Альфа Центавры, и там вас встречает Володя, Владимир Сал, черный афро-руссиян. Черный русский, самый настоящий. Который, кстати, очень часто говорит про... У него очень часто есть такое выражение, что, типа, ну, типа, если что-то пропал, он говорит там, затонуло в черном море. Я не знаю, специально ли он это так говорит или нет. Мне кажется, мне кажется, что когда делали этого персонажа, во-первых, он действительно черный русский, и там очень много персонажей, как бы, русских. Вообще, да, кстати. То есть, с каноничными именами, типа Татьяны, там, блядь, Михаила и прочего. Там Вадик есть. И они все говорят, естественно, с акцентом. Да. Там есть этот Петр, какой-то там, этот коллекционер, и его этот Вадик. Да, да, да. Его фамильяр, я не знаю, как сказать. Он единственный черный, и мне кажется, мне кажется, он был покружен в эту морскую тематику, потому что я несколько раз читал вот не как Владимир Сал, а как Владимир Сейл, потому что он ходит в Матроске. У него, да, есть в лексиконе выражения такие морские, и мне кажется, пытались ему прописать такой архетип, учитывая то, что он постоянно в космосе, он постоянно находится в Оге. Он дрейфует по орбите на своей станции. Да. То есть он постоянно там плавает. Скажем так. Если, да, и он тебе дает наводки на вот эти артефакты, типа, просто так он такой. Да, он как раз туда летит, там забирай. Да. Да. Причем просто так абсолютно. Тебе даже ничего там особо исследовательного Ну как, это игровая условность. Да. Ну кроме одного момента, когда тебя высаживают там на планету и говорят, типа, вот, есть сканер, на нем есть помехи. Я, кстати, вообще сначала, ты помнишь, я тебе показывал, я не помню, мы проходили эпизод вместе, потому что я прошел вот, блядь, где-то за час до того, как ты до него добрался. Да. И я такой, типа, а что за помехи, я не понимаю куда. Он мне показывает потом, типа, вот эти самые помехи на сканере, как они должны выглядеть. вот, Леха показал. И я пошел по ним и меня вообще хуй пойми куда завело. Я, блядь, несколько кругов, наверное, сделал. Типа, они туда показывают, потом туда показывают, потом туда показывают. А оно от места высадки было буквально совершенно в противоположную сторону, куда я шел. И там от места высадки это 500 метров пойти, кстати. Все, кстати, практически ключевые объекты, они в 500 метрах от высадки. Да, 500 метров. И не сильно там, на самом деле, далеко так бегать, чтобы вот прям все-таки убегать надо по пустым планетам. Нет, там это быстро происходит относительно. Ну вот. И там ты впервые получаешь, ты заходишь в храм древней цивилизации какой-то, собираешь очень красивенькие такие созвездия маленькие, летаешь по ним несколько раз. Причем их-то достаточно собрать на самом деле около четырех или трех. Но мы собирали больше обычно, да? этот эпизод длится непонятно зачем так долго, да? На самом деле, красивая, эпичная атмосфера, но... Как я понял, ты должен просто там собрать их условно за короткое время, потому что чем больше ты их будешь собирать, тем больше тебе понадобится их. Типа, оно как-то растягивается, так я не знаю. Потому что я во второй храм когда пошел, я без преувеличения минуты две летал, собирал их, наверное. Ну это, блядь, бред. Просто могли сделать, что их три, все, типа, хватит для разгона вот этого кольца, потому что полетел, а так потом, в следующий раз быстро полетел одну собрал, полетел вторую, третью, четвертую, и все, открывается. Просто если ты их моментально собираешь и не тормозишь, оно открывается. Ну, собственно, открывается такая уявина круглая и ты в нее такой и возвышаешься и получаешь себе крик гравитационный, например. Один из криков, кстати, хочу заметить, бля, пиздец какой охуенный, не знаю, зачем им пользоваться, но он называется предсказание будущего. Что он делает? Что он делает? Ты его используешь, желательно с целью какой-то, да? Нацеливаешься, используешь, и ты видишь, куда этот человек, видишь траекторию его движения на буквально три секунды вперед. Это, наверное, для стелса. Ладно. Но про стелс я вам, блядь, еще скажу. Нет, еще один момент. Ты можешь видеть, что человек ответит тебе на вариант диалога. И сколько это длится, у него знает. Паузится ли время на диалогах у его знает. Но что? Сейчас я хочу затронуть тему немножечко космоса, если ты не против. Давай. Короче, я прекрасно понимаю, что такое этот ваш геймбрио, ну или creation engine, если вы уж сильно будете придираться. Я прекрасно понимаю, что это за движок, и да, я убежден, что большая часть проблем Старфилда в том числе связана с его движком. И типа, дело даже не в том, что он старый. Ну то есть, дело в том, что его нормально не обновляют, потому что и нормально с ним не поработали. Потому что я абсолютно уверен, что из Старфилда можно было сделать, ну если не космосим, ну то хоть какую-нибудь простую аркадку, где полеты в космосе были бы, ну хотя бы замаскированы под полеты в космосе, потому что сама игра это куча фаст-тревела. Чем я был пиздец, как разочарован на самом деле. Причем, ладно, кусим с фаст-тревелом, ладно, гиперпрыжки понимаемо. Но мне стоит ли сказать, что в Destiny, блядь, это сделано лучше? Я не знаю, я не играл в Destiny. Я просто... В Destiny как бы ты просто... Ну, все твои эти там планеты, да, на заднем фоне, на корабле, это просто загрузочные экраны, считай, да? И гиперпрыжок, это загрузочный экран, но это красивая анимация, где ты летишь в этот самый гиперпрыжок. В Старфилде ты в него только залетаешь и через черный экран ждешь, пока загрузится и появляешься. То есть вообще не бесшовно это выглядит. Они никак не пытались это маскировать, что меня очень взбесило. А еще меня взбесило то, что нету по факту никакого космоса в игре, думал я изначально. Но, типа, ты появляешься на орбите планеты, ты можешь лететь в эту планету сколько угодно времени, и ты не долетишь до нее. И я пришел к выводу, что это типа обычные джипеги, просто, блядь, на скайбоксах и все. На самом деле, какая-то стримерша из заморских стран попробовала, у нее ушло на это несколько часов, и она просто влетела в скайбокс. Ну, смотри, не совсем. Я поясню, во-первых, это стримерша, это не просто стримерша, это ни много ни мало сценаристка последних годов варов. Оу, класс. Ее, кстати, за это очень сильно болели, типа, ты че, охерела, играть в игру от конкурентов, тварь, увольте ее из Сони, из Санта Моники. Очень много таких комментариев у нее было. Ну да, она провела эксперимент долететь от Земли до Плутона, чисто на тяге обычной космической. И у нее ушло на это семь часов. И, что можно вообще сказать, на самом деле, космос в Старфилде существует. На самом деле, то есть, до планеты ты можешь долететь с одной до другой без использования гиперпрыжка. Планеты действительно вращаются, это даже можно легко проверить, если ты просто встанешь перед планетой и условно поставишь корабль, ляжешь спать, ну, перемотаешь время, и ты увидишь, что она действительно сдвинулась по орбите. То есть, это действительно реализовано. Но, сами планеты находятся на таких расстояниях друг от друга, что, опять же, от Земли до Плутона семь часов. И, ну, понятное дело, нихрена ты так не полетаешь. Сами орбиты, ну, типа зоны условные, где есть что-то очень такие небольшие, в них делать особо нечего, кроме как, ресурсы с астероидов собирать. А сами планеты, да, это просто джипеги, блядь, на скайбоксах, через которые ты пролетаешь. Ну, не джипеги, а модельки без коллизии. Ну, да. Вот. Чему, конечно, огромное, блядь, разочарование было. Да, хотелось немножечко No Man's Sky опыта, но в итоге космос там есть, но зачем? Да. Еще ты не упомянул, кстати. Хотя бы накостылить это можно было. Я понимаю, что, блядь, Gamebrew не способен на реальный бесшовный космос, но это можно было накостылить. Они даже не попытались. Возможно. Я настолько не погружался в информацию о движке, но ты запыл упомянуть, что можно еще, если у тебя есть по заданию, посещать, посетить несколько планет от одной к другой, ну, или можно даже вроде без задания, в одной системе, если ты именно постребленишь от одной планеты к другой, там забавная анимация в стиле «Звездных войн» такая начинается. как? Она немножечко отдает «Звездными войнами». Вот, типа, ты просто отлетаешь такой, черный экран и прилетаешь, и все. Ну, да, но ты вот просто издалека скатывая корабль такой, иди, это, возможно, двигается, возможно, только камера, корабль не двигается, на самом деле, еще вообще не удивлюсь, если это так. Не, вроде корабли, ну, то есть, сзади ничего не передвигается, но не суть. Это просто, ну, такой тоже забавный способ тревела, и он хотя бы выглядит. Да. Я, кстати, сегодня увидел очень интересный видос. В Старфилде очень много загрузок, там игра, как говорится, очень модульная, и там загрузки просто при всем случаются. Ты выходишь с корабля, там загрузка, ты входишь в здание, загрузка, ты выходишь с загрузка. В Неоне с одного района на другой переходишь, загрузка. Все через загрузки, и какой я сегодня увидел, какой я сегодня увидел видос? А нахрена, собственно, существует загрузка при переходе в корабль? Типа, является ли он отдельной локацией, вообще, на которую ты телепортируешься? Спойлер, нет! У меня на это, у меня на это есть ответ для тебя. Так, давай. Кстати, я провел эксперимент. Я, правда, не знаю, когда мне уже, в принципе, начинать говорить о всех сайт-квестах, которые я прошел, может, мы и закончим. Давай сразу после этого мы начнем о них говорить, я думаю. Собственно, после основного, после одного из квестов тебе выдают квартиру на Новопрайме, вроде, не Новопрайме, Нью-Атлантик. Куда я Новопрайме вообще название? Я не знаю, постоянно хочу этот город назвать Новопрайме, я хз, почему? Нью-Атлантик тебе дают квартиру в пентхаусе, и я просто, ну, зашел в нее, я ее даже обустроил, обставил, то есть у меня бывает такое, что мне хочется, чтобы было красивенько, хотя мне странно, почему, ну, квартиру не сделали хотя бы какой-то пресетнутый, потому что я даже после того, как ее обставил, она выглядела очень пустой. Здоровенную хату дают, и там есть балкон, с которого видно Нью-Атлантик. Вопрос. Если я спрыгну с балкона, будет ли загрузка? Да. Нет, не было. Я просто надел бустпак, спрыгнул с балкона, и, ну, пролетел так, чтобы приземлиться перед входом в это здание спентхауса, и загрузки не было. Я подошел обратно к лифту, то есть, ну, возвращаюсь обратно, загрузка была. Именно не вот это вот, загрузка-загрузка, там вот есть загрузка-загрузка, где я показывал какой-нибудь фон планеты, информацию о твоем персонажи, и какую-то небольшую сноску, и есть подзагрузка. Черный экран, просто с крутящейся хуйней, вы ее увидите еще. Ну, зачастую, зачастую это они, да, как раз. Вот, и она есть. И у меня в этот вопрос, в этот момент реально был вопрос, нахера, нахера? Нью-Атлантис разделен на 4 зоны. Нахера там под загрузки? Окей, ладно, может быть, город слишком большой, уй, там плавал, но из его 4 районов ты не можешь передвигаться никак, кроме этой системой туннелей. Метро. НАТ, который, да. Нью-Атлантис транспортейшн, вот это. Метро, это просто метро. Метро. Я, кстати, ой, я еще вспомнил, я увидел как-то на ДТФ, и чувак такой, типа, нихуя в Старфилде есть метро, типа, я не знаю, сарказмом это было, он типа, охуел, я посмотрел ролик, он подходит к вагону, выбирает станцию, катсцена, даже без того, как его персонаж заходит в вагон, вагон просто просто там трогается. Типа, что тут, блядь, то есть, этот вагон даже на голову ему не одевается, как в Fallout 3, ну не знаю, какого хера. Why? Why? Ну, потому что. Так вот, а что за эксперименты я видел еще? Это то, что чувак прописал TCL, или как он там, ну, ноу-клип этот, ну да, да, и просто вылетел, ну, стоит он в порту на Нью-Атлантисе, он просто вылетел из корабля через люк ноу-клипом, и он оказался в Нью-Атлантисе. Да, потому что корабль полностью загружен. Да. Ты, ты видишь, ну, то есть, когда ты стоишь в корабле, если у тебя, в принципе, ну, я не знаю, как на фронтире, я очень быстро сменил его на другой корабль, так что не знаю, как на фронтире, но у меня был корабль, через который хорошо видно, когда ты стоишь на мостике, и там, ну, видно то, что, ну, город загружен, люди ходят, как-то реагируют. Я мог, типа, предположить, что это просто, знаешь, типа, стриминг на текстуру этой лобового стекла, условно, мог бы быть, но нет, это про это реально город. Он просто, он просто, вот, вылетит через ноу-клип, и все, он будет, никаких загрузок тебе даже не надо, он уже загружен. Зачем? Тот Говард, зачем? Ну, я не знаю, как будто вот не хотели, не знаю, какую-то анимацию сделать, или что-то еще. Я думаю, можно в целом переходить к квестам, наверное, к веткам, и потом, ну, на данный момент, вот, сюжет у нас находится на том, что мы собираем слова силы, и на этом пока остановимся, да, потому что я на этом, ну, ладно, я прошел еще один кусок, где появляется такой персонаж, как Хантер, вот мы, таким образом мы знакомимся со звездорожденными, появляется чувак, который может телепортироваться, и начинает разъебывать New Atlantis, пытаясь нас поймать, да, мы от него успешно сбегаем, и у нас там есть выбор, пойти, помогать, да, я отмечу, да, я отмечу сначала, что он прилетает за артефактом, и говорит, что типа, это вообще херня, она принадлежит нам, звездорожденным, и вы у нас типа ее украли, мы ее забираем, типа, либо давайте так, либо, ну, либо будет бой. Да. Ну, то есть, бой, естественно, происходит, у тебя вот этот выбор, который я хер знает, на что влияет, мы пропустили несколько пещер, где у меня появился мой напарник, с которым я ходил все это время, это девчонка Андрежа, из... Андрея. Да, Андрея. Которую Володя, которую Володя как раз попросил найти. Да, и она из, так называемого, как там, дома Варун, это одна из фракций, которая существует в этом месте. Я вообще не понял, что это за фракция такая, вообще, что за дом Варун такая. Да, она, ты с ней встречаешься раза два, три, кажется, от силы, то есть... Типа, я не знаю даже, где эта фракция располагается. Я не добрался. У меня был квест от Андрежа, как раз, потому что она из этой фракции. То есть, ну, если ты развиваешь там отношения с союзником, у тебя появляется его личная цепочка пустов. Единственный, кто у меня был, это Андрежа, и то я ее не закончил. А почему я ее не закончил, тоже узнаем попозже. А я ни одну не начал, кстати. А, ну вот, я попытался понравиться Андреже, чтобы, если что, попробовать ее, как бы, заромансить, посмотреть, будет ли, ну, работает ли это вообще херня. Но мне стало влом это делать до того, как я выяснил. Собственно. Слушай, подожди. Вот, подзагрузился. О чем я говорил? А ты говорил о квесте Андрежа? Да, я на него забил. Я думал, что я его пройду попозже, но у тебя не получается иногда все квесты пройти. Так уж сложена эта игра. И после того, как нападает Хантер, разъебывает половину города, разъебывает ложу, и ты теряешь одного сопартийца. У меня, вот в моем случае, это был Сэм. Тоже, У меня тоже, кстати. Вот. Я такой, ну, видимо, время проходить сайт-квест, потому что даже уже в этом моменте я думал, что, ну, блин, какая-то лажа. И самое главное, что я запомнил из этого всего, это локацию разъебанного Старпорта. И, ну, то есть, ворота, которые, вот, вот, я, честно, не понял этого прикола. Ворота, которые по центру, чтобы пройти самой посадочной площадке, пробиты взрывом. Почему они пробиты взрывом? То есть, за ней находится укрепление, которое сами, получается, солдаты поставили, там, щиты, ну, барьер, а ворота взорваны. Почему там, ну, типа, нету, не знаю, какой-то, опускались бы ворота, а по центру была бы какая-то сетка, которая бы, там, типа, была бы поднята, ну, пусть там, наполовину. Почему они именно взорваны? Типа, их же никто не взрывал. Повествование через окружение замечательной Бесезды. Ну, на что, кстати, я хочу сказать, лучший момент в этом самом повествовании через окружение, это когда ты как раз-таки на станции у Володи можешь найти там туалетную бумагу, перевернутую, типа, обратной стороной и перевернуть ее. Это, это лучшее, честно, это просто лучшее. Нет, на самом деле, кстати, есть кусочек повествования через окружение, и сейчас мы погнали по сайт-квестам, и я после одного расскажу. И давай начнем с пиратов, я предлагаю... Мы начнем с пиратов, я думаю, юсек пиратов, потому что я их... Ну, мы можем начать с сдеф пиратов, а можем пойти так, как я ходил, потому что в каком-то плане именно то, как я начал проходить это, влияет на то, как у меня пошла игра целиком дальше. Именно по ощущениям твоим. Нет, блядь, на геймплей нахуй. Окей, это тогда интересно, но я все-таки хочу начать с пиратов немножечко, потому что у меня есть что сказать на это. Хорошо, сездеф пиратс, в какой-то момент, у меня, кстати, этот момент был именно после... Давай, ладно. Я просто хочу сказать, что вот на самом деле ветка сездеф пиратс, это вот был тот пятый час, наверное, игры, пятый или шестой, у меня это час был, когда игра раскрылась внезапно для меня, то есть вот оно, раскрытие произошло, оно существует, потом оно, правда, обратно закрылось куда-то. Одна из пиздательших сайд-веток в принципе, которые есть в игре и моментами. Одним конкретным, блядь, моментом она лучше, сука, основного квеста. И мы оба, кажется, знаем про... Я не совсем догадываюсь, я думаю, ты про концовку ее говоришь больше, да? Ахуй. А, тогда, хорошо, рассказываю, как это было у меня. Я, еще не зная, как попасть к пиратам, уже заранее знал, что я хочу быть пиратом. Прям вот твердо был уверен, что я буду, сука, космическим пиратом грабить людей. Первое же, что я там сделал, я полетел в какую-то рандомную солнечную систему и... Да, кстати, про космос я еще потом чуть-чуть поговорю, я забыл совсем... Ладно. Я полетел в рандомную солнечную систему и нашел там какой-то корабль, который вышел со мной на связь и такой, попросил какой-то помощи. Я хотел отменить диалог, ну, то есть я случайно выбрал не тот вариант, я хотел вернуться и выбрать диалог типа варианта абордаж. Но вместо того, чтобы начать диалог, я случайно начал палить по кораблю и такой, а, ну ладно, видимо придется так сражаться, хорошо. В общем, в итоге убил я этот корабль, ну, взорвал его, и туториал показывал вообще, ну, туториал был в самом начале, он показывал, что можно корабль сломать и типа на него можно будет пришвартоваться и забрать лут. Нет, этот взорвался целиком, с него просто вылетел лут, это только сюжетные корабли так могут. Не, надо было, можно, можно на самом деле, надо было не добивать корабль, условия есть у этого, корабль должен быть один, ну, то есть он был один, если ты файтишься там с пиратами, ты можешь их корабли на абордаж взять, но должен остаться один корабль, и ты должен прекратить стрелять после того, как у него останется где-то там вот 3-5 процентов здоровья, у него там будут повреждены там щиты или что-нибудь еще, и ты увидишь, что он остановился. Ладно, хорошо, значит я переусердствовал просто. Но суть в чем, в этот момент со мной в напарниках была Сара, которая мне такая, слышь, нам поговорить надо срочно, сразу начала меня обвинять, типа, какого хера ты вообще творишь, созвездие, типа, это ученые, мы не убийцы, мы не убиваем. На что я ей конкретно начал дерзить, типа, слышь, тварь, мой корабль, что хочу, то и делаю. После чего она такая, так, значит, мы высаживаемся на Нью-Атлантисе, в лоджи, ну, в этом, в домике нашем созвездии, и я больше никогда ногой не вступлю, не вступлю на твой корабль. Это я, кстати, делал еще на, на 100-долларовой версии, и потом, кстати, когда я перенес сейф на геймпасс, она уже забыла про этот момент, и она снова была моим другом, но тогда я с ней жестко посрался. И думал такой, я никогда больше не полечу на Нью-Атланте, значит, ты останешься здесь, на корабле у меня в плену, и такой, ладно, похер, мне все равно надо туда лететь. Меня сканируют при подлете к планете, и говорят, слушайте, а на вас вообще-то судимость, пройдемте, молодой человек, с нами. И, собственно, сисдев меня к себе запрягают, и я такой, вау, окей, то есть, меня, меня, типа, подорез взяли. И мне говорят, типа, слушай, ты можешь откупиться, типа, от нас, ну, условно, что, типа, ты можешь нам помочь, ты, судя по записям, как-то контактировал с Багровым флотом, у тебя есть какие-то об этом сведения, можешь пойти под прикрытием к ним. И я такой думаю, так, то есть, я могу, в теории, пойти под прикрытием к Багровому флоту, и Багровому флоту, ну, пиратам, я уже могу сказать, что, пацаны, так-то, так-то, такие дела, вот сисдевы, у меня на них вся информация есть, я могу им приносить информацию, быть таким двойным агентом. Прямо так, конечно, нет, но чисто, в теории, да, так оно, в общем-то, может и получиться. Я выбрал сторону пиратов, я прям это изначально и хотел. Так что, вот это начало, мне уже просто понравилось, я такой, да, я хочу этим заниматься. Я готов. После чего, мы прилетаем к этому самому главарю пиратов, к Дельгадо, он, кстати, пиздец, как далеко находится от стартовой локации, условно, в далекой звезде. Ну да, система Крикс. Да, и главное у них, цель у этих самых пиратов, как раз-таки, нахождение наследия вот этого самого Крикса, вот самого основателя, собственно, Багрового флота, одного из основателей, как я понимаю, который что-то спрятал, какой-то, ну, ванпис какой-то, условно, да, спрятал, и, типа, его надо было найти. Дальше мне рассказывать? Ну, то есть, если хочешь, что есть, перехватить. Ну, я могу просто, я хорошо помню все квесты, они у меня свежие в памяти, я могу рассказать про каждый, как, как то начался, как, чем оно закончилось, и вот здесь вот, случился метагейм, блядь. Давай, меня интересует просто один конкретный квест из всего этого. Это как раз-таки звездолет с вечеринкой. Есть, что сказать про него. А, окей. Вот. я заметагеймил реальность, потому что, когда я, ну, типа, я после бойни с Хантером, меня, ну, после возвращения, после этого боя с Хантером, меня завербовали сисдев при подлете. Я причем не заметил. Возможно, когда я улетал от Хантера, я повредил какие-то корабли, и именно поэтому на меня навесил штраф. Я пытался отыгрывать максимально законопослушного челобеса, потому что я уже на тот момент вступил в ангард. Еще не проходил, но уже, типа, уже вступил. И все получается, сисдев сказали, что ты мудак, блядь, но ты можешь нам помочь. Ну, блядь, я же не мудак. Но помогу. Я понял. Я знаю своих друзей хорошо, что они пойдут за пиратов. Ну, вот, сто процентов. И ты пошел за пиратов. Мы еще обсуждали с еще одним другом. А он пошел за пиратов, то есть, я сказал то, что я вот пошел за сисдев, мне все ответы. Ты сказал, что за пиратов. Я понял то, что вы пойдете на их стороне, и тогда контент не случится, блядь. Я пошел за сисдев. В любом случае, я уже отыгрывал как бы законопослушного гражданина, так что я втерся в доверие. И тут, когда ты добираешься до ключа, так называется их станция, которая дрейфует вокруг планеты Квикс, кстати, вот непонятно, там чел был назван в честь планеты, или планета, и система, сука, в честь него названа. Это не объясняется. Ну, вот, короче. Я так понял, это необитаемая система, считай, которую назвали как раз таки в честь, собственно, этого Джейкоба. Ну, она была обитаемой, потому что на планете находится тюрьма, которая называлась Замок. А станция, которая приглядывала за этой тюрьмой, когда она пошла под руки, ее пираты назвали ключ, символично. Они даже, кстати, шутят на эту тему. Это, кстати, прикольно, да. Вот, когда ты добираешься до ключа, я получаю то, а я получ... Эта ветка была не первая, которая проходила, я получил то, на 22-м уровне и на... не спиздеть, 30-м часу игры, кажется, или 24-м часу игры, где-то около того, я получил нормальный тутер. Потому что офф-топ, если вы не знаете, в игре нету карты наземной поверхности. Вообще, то есть, я очень много времени провел как бы на своем родном городе и приходилось ориентироваться почти как в реальности. Если в реальности я могу ориентироваться по дубль-гису, чтобы найти что-то, то там единственный способ тебе что-то найти, это, блядь, таращиться глазами на вывеске и понимать, что к чему относится. Только так ты можешь разбираться в том, что где находится. И только, блядь, приходя в ключ, у тебя там идет этот introduction и вот эта девчонка Нила, как ее зовут? Наеда? Наеда. Наеда. Наеда тебя проводит прям и показывает. Тут у нас барыжат медикаменты, тут у нас барыжат стволами, тут барыжат всякой хуйней. Здесь шутинг-ренш, здесь вот эта деваха почини твой корабль так, что ты его вообще не узнаешь. пиздатая тема. Где это было в начале игры, блядь? Почему созвездие не могло рядом с созвездием, чтобы были какие-то магазинчики, потому что они разбросаны. Очень нелогично разбросаны они еще по Нью-Атланте. Там какие-то в коммерческом районе, какие-то в резидентском районе. А почему они там? Какие-то в канализации. Вообще, там есть отдельная локация. Где у меня есть дом, блядь? Мне этого не хватало. И это было пиздатой. Я уже такое думал, бля, может быть, из-за пиратов, а потом контент не случится. А единственное, что показывает тебе созвездие, это смотри. Ну вот, у нас тут вот этот штаб, тут есть подвал, а вот тут на втором этаже, ну вот это койка свободна будет твоя комната, короче, и все. И ты в этой комнате никогда не появляешься примерно за что-то хера. Никогда. Вообще. Ты появляешься только, может, пару раз в подвале, если тебе это интересно, потому что в подвале находятся станки и верстаки, которые нужны для модификации снаряжения и оружия, если ты хотел бы этим заниматься. еще за замком, за продвинутым замком находится костюм Марк-1 на скафандр. Я, кстати, его не вскрыл, не получилось у меня сначала, но при этом спустя какое-то время у меня Марк-1 скафандр появился. Я не помню, откуда он у меня появился на самом деле, я не помню, где я его взлутал. Откуда-то? Откуда-то, да. Где-то залутался, и я с ним всю игру проходил. Всю игру, абсолютно. Про вещи, с которыми я прошел всю игру, мы тоже вернемся концовкам каждого из квестов. 19-11. А, да. Вот, получается, ну, тебя вот проводят этот элегантный тутер, ты встречаешь чувака, хакера, которого запрягли работать очень интересным способом. У него на груди бомба. Если он покинет свою рабочую территорию, в которой он ест, спит и срет, то он бомбанет нахуй на все станции. Но при этом он достаточно верный и любит свою работу, на самом деле. Он... Да! Он заебись чел. В целом. Как и глава пиратов Дильгада. Один из самых харизматичных персонажей. Ну, на уровне Барата харизматичный персонаж. Кстати, вот по поводу Барата кое-что хочу сказать. Насчет геймплейных, вот я хочу тоже подметить. Я уже подружился с пиратами достаточно, да? Так что, ну, все, естественно, условные пещеры, аванпосты, которые, кстати, абсолютно одинаковые. Вообще, когда вы ищете артефакты по всяким пещерам, ну, по сюжету Мейнквесту, вы заходите в пещеру, ну, с загрузкой, естественно, в шахту какую-то, да? У которой абсолютно одинаковые геометрии, абсолютно одинаковые. Типа, я уже один раз сходил в условное право. И в этих пещерах зачастую уже тусуются пираты, поэтому, когда я с ними подружился, они меня вообще не трогали, что было прикольно. И, в моменте, в квесте, где мне нужно было найти Барета уже после этого по основному квесту, я пришел на базу, где его, типа, пираты в плену держали, и пираты меня не трогали. Я такой, ну, ладно, я просто пройду, чуваки, да? Я прихожу, думаю, такой, что, типа, сейчас я допизжусь, спасу Барета, а он сидит такой, о, бля, ты меня нашел? Этот, этого чела, ну, охуенный собеседник, на самом деле. Не, вот это Барет, Барет клевый, на самом деле. Да, Барет прикольный. Да. Но, в итоге, я его вытащил оттуда словами, типа, если ты его не отпустишь, я, бля, дельгаду все расскажу, тебе пиздец, я вообще-то ваш чел, если что, и я с ним на хорошей ноте. Он такой, а, бля, все, своих, своих, можно, геймплейные изменения, тебя пираты не трогают. Окей, я могу тогда рассказать другом геймплейном изменении, учитывая то, что, ну, основные сюжеты и пещеры у меня были после всех сайд-кустов. Угу. Ты говоришь, что в пещерах пираты? Да. У меня в пещерах никого. Только две турельки. Если повезет, то живность. Либо, когда я проходил, у меня еще, кстати, могут быть, но спейсер это другое. Вообще, у меня просто были пустые пещеры. Контент. Серьезно. Контент. Да, я, это, ну, то есть, мы, мы, блядь, я потом скажу, как это чувствуется, проходить основной сюжет после всего, потому что весь контент находится в сайдах. Собственно, в пиратах. Ты делаешь несколько, вот, информационных заказов. Все, почему информационных, потому что, единственное, что интересует Дельгада, это наследие Крикса. Вот это, так называемое, что-то. Да, это пока что, это Ванпис. И он реален. И он реален. И он реален. то есть, этот Ванпис из Рил. Но у него есть напарница, на идею, которую интересует другая информация немножечко, там, о каком-то банковском счете, там, в голобанке у одного чела. И вот как раз-таки тут мы уже приходим к этому. Мы приходим к звездолету. К руизному лайнеру. Да. Где проходит вечеринка с церемонией, там, награждения, напомни. Человек земли. Человек земли, да, самый пиздатый, где должен, типа, по примерной информации, победить чел по имени Ларри Дамборски. От слова Дамб. Да. И в чем прикол? У квеста несколько вариантов, типа, нужно найти, собственно, Дамборски, узнать там что-то, какую-то информацию у него, убить его, спиздить его кредитную, ну, историю, банка, вот эту, запись, да, вот его. И для Надеи спиздить награду. Человек года, как раз-таки, которую можно будет, типа, если что продать. И это, на самом деле, хороший квест. С нюансами, опять же. Класс. Он, он, клюбый. На корабле его прошел. Стой, подожди, я тоже хочу. Ладно, давай ты. Я прошел максимально быстро, потому что я могу закрыть некоторые квесты, квесты, блядь, я могу закрыть одним словом. Рюджин. Дракон с японской. Да. Рюджин. Я прошел, потому что Рюджин. Я нашел эту деваху. Просто Рю, просто Рю, я... Ну да. Чуть-чуть. Ну, блин. А Рюджин, это получается человек дракона. Драконрожденный. Драконрожденный, да. Вот такая вот интересная отсылочка есть. Короче. Не знаю. я отрюджинил я отрюджинил Диваху, которая заведует этим кубком и информацией. Я с помощью бармена нашел то, что вот этот Дубровский, я его называл так, Дубровский, почему, это удобно на самом деле, да. Якшается с какой-то своей сотрудницей, которая на этом же корабле. Я поговорил с ней, оказывается, Дубровский, несмотря на то, что он с ней изменяет своей жене, он ее подряд подряд заебал, как бы, и она хочет его убить. Вот, да, да, да. Потом приходит потом приходит еще чувак, которого ты находишь в баре, и он такой, типа, да я тебе, блядь, не дам его тронуть, ты вообще знаешь, кто я такой. Я, кстати, не помню, кто он такой. Он кто-то из UC? Я тоже не помню. Габриэль какой-то там. Из Сиздефа. Да, да. Да, но он какой-то коррумпированный Сиздефовец. Тебя на корабле еще встречает который, там, ну, типа, в технике работает. Да, который хочет в Кримсон Флит. Да, и который как раз тебе помогает вот с информацией условной какой-то, начальной, да, чтобы ты разобрался тут, если что, он тебе помогает на корабле, чтобы ты за него замолвил словечко Дильгада. Что я, кстати, сделал. Но я не увидел его потом в Кримсон Флите. Я замолвил за него словечко, он попал в Кримсон Флит. И он говорит спасибо, товарищ, и объясняет, что такое товарищ. Да, ты можешь спросить у него, что такое товарищ. Ну, он тебе объясняет буквально, что это Камрэйд. Типа, да. Окей. Комрат. Я на секунду еще хочу вернуться назад. Ну, потому что, как я... Ну, ладно, смотри. Так я почти закончил. Ладно, давай, давай. Ну, собственно, я от Реджинил ведущую, который вот, ну, забрал награду. я ее, если что, отдал на Эде. От Реджинил секретутку, и она, короче, отдала мне все ключи. Я пришел к этому чуваку, от Реджинил киво. Пришел этот чувак его сорвиголова. Я сказал ему, если ты меня тронешь, тебе пизда, и он мне поверил, потому что у меня была прокачана сила, это тоже как-то опция диалогов. То есть, если ты прокачиваешь какие-то вот эти одни из тонн скиллов, то у тебя могут появляться дополнительные ветки диалога. И, как бы, если он сначала в баре на меня наезжал, то потом я, как бы, на него наехал, а у меня уже, как бы, на спине уже, как бы, заряженный дробовик с очень, сука, злыми намерениями был. Но в итоге обошлось все без кровопролития. Чувак полностью, как бы, отрюджинился, и я поехал в Галабанг, забрал эту информацию, привез статуэтки на Эдди, и мы отправились к наследию, потому что этот квест как раз перед наследием. А я немножечко по-другому этот квест прошел, у меня произошло веселее. В общем-то, я, как я уже сказал, убедил вот эту самую девку-статуэтку. Сейчас, секунду. Загрузка. В общем, я убедил эту девку с статуэтку. Ведущую. Да, словами, что ну, позязя, пожалуйста, потому что нормальные аргументы на нее не сработали. Вот. И дальше пошел, типа, спрашивать информацию, собственно, про Домборский. На что несколько человек мне сказали, типа, ну, он вроде как тот самый богатый, там, типа, он должен получить это, должен получить... И один из челов сказал мне, что, типа, он очень много времени в последнее время проводит с Клаудией Свис, вот с этой самой секретаршей. Ну, такого времени, типа, его жена была бы этому очень не рада. Я послушал такой, окей, хорошо, спасибо за инфу. А кто это, блядь, такая? Ну, у меня появился квест, типа, найти ее. Ну, задание. Я такой, хорошо, а кто это такая? Она так очевидно сидит, блядь. Нет, она вообще в другой... Она вообще в другой комнате сидела, типа, вообще в другом отсеке корабля. Она сидит не в комнате. Ну, типа, да. Ну, в чем суть? Я такой, хорошо, а кто это? И такой думаю, ну, ладно, спрошу, может, будет какой-то диалог про нее. Нет, три варианта ответа это те же самые вопросы. И я снова задаю вопрос про Домборски. Что мне отвечают? Он проводит много времени с Клаудией Свис, ну, такого времени, что его жена была... Та же самая реплика. Я подошел к третьему, спросил его то же самое. То же самое, слово в слово. Четвертого... Все, сука, от слова в слово, блядь, отвечают просто. У меня запись есть. Это хуйня. Я просто... Я... Сорян, я просто скажу тебе, почему это, ну, мега очевидная хуйня. Ты находишься там в баре, и жилые комнаты находятся на уровень выше. Да. Ты поднимаешься наверх, идешь вот, ну, то есть там треугольная такая конструкция, ты в любом случае проходишь вот в круг треугольник, но если ты идешь влево, ты заходишь, у тебя длиннющий коридор, по центру него небольшая выемка со столом и диваном, и там сидит одна женщина. Как думаешь, кто это, блядь? Нет, я на секундочку поясню, что это все-таки зона чуть-чуть через загрузочку в другой двери находится, и не совсем там она сидела. Да. Да. А у меня там? Нет, у меня она сидела типа через загрузочку, ну, то есть это через загрузку, жилой отсек условный, два длинных коридора влево-вправо, и вот вправо, чуть-чуть там где-то в коридорчике на столе каком-то, на стуле, она сидела на диванчике. Ну да, да. Вот. Ну, типа, мне же туда еще надо было сначала сходить, а я просто еще в баре тусовался, ну, на танцполе, вот в этой сцене. Я ее встретил еще пока добывал награду, получается. Ладно. Ну, я потом уже этим занялся, но просто в чем прикол? Я просто начал задавать один и тот же вопрос опять, и мне слово в слово, никакой просто одно, я так, блядь, с этого просто упал нахуй с этих ебаных диалогов. Тебя не смутило то, что все, кого ты, это мало того, что я, извините за шутку, но ты заметил то, что в Старфилде можно встретить Star Citizen, потому что абсолютно все персонажи, которые там прописаны, то есть если ты играл в Скайрим или Обливион, там, ну, персонажи, может быть, в городах не были густонаселенные, но чаще всего ну, с повторяющимися именами были только стражники, остальные имели хоть какую-то индивидуальность, сгенерированную или нет, мне похуй. А тут все просто ситизны. Когда ты ходишь по городам, там типа Ситизен, о, Star Citizen, вышел, наконец-то, я только так и угорал над этой хуйней. И, естественно, у меня, может быть, из-за того, что я слишком давно играю в игры от беседки, пока я просто ходил и искал эту награду, я просто увидел эту женщину, одну сидящую в этом пустейшем коридоре, такой, о, так ты квестовый персонаж. Я подхожу, и у нее имя. Все, блядь, типа я с ним начал говорить. Я туда сразу не ходил еще, поэтому, так, ну, то есть все равно настолько, А вот эти челики, на которых ты жалуешься, что они ухо, та же реплика, там, они называются вроде Ну, гости условно. Патронс, или что-то такое. типа гости, да. просто, да. Гость, гость один, гость два, блядь. Это понятно, но типа он мне не повторит какую-нибудь предыдущую реплику, какую-нибудь предыдущую информацию. Он мне просто, я узнал вот эту информацию, и все, он будет говорить ее, и говорить, и говорить, и все будут ее говорить. что они говорят, это одним и тем же голосом. Это абсолютно одним и тем же голосом. Да. Не, я просто, суть в чем. Это как обливиона, кто знает, не поймет. Но суть в чем, да, ты находишь вот эту самую барышню, она говорит, что типа да, я хочу убить его там и прочее, тоже у меня заебал конкретно. Награду я потом забрал, без палева вообще абсолютно, да. И потом, когда я пошел убивать собственно, ну типа пошел сначала договорился с этим челом, нормально, с Дубровским я договорился, и потом такой, так ладно, надо что-то еще сделать. А, вот потом я пошел забрал награду, потом я вернулся, чтобы его убить. Но я пристрелил как раз таки его телохранителя сначала, и началась ебаная перестрелка, блять, на всей этой хуйне пришлось выносить просто по ножовщину. Подожди, ты не воспользовался опцией, которую тебе товарищ, накинул то, что ты можешь включить алярм во всей станции, чтобы всех закрыть в своих комнатах. Я, кстати, не помню, что у меня там произошло. Вроде я что-то воспользовался. Я воспользовался опцией. Короче, в итоге я просто все там запорол, и мне пришлось устроить, блять, по ножовщину, блять, геноцид, всех просто на корабле зачистить. Я вообще, получается, чисто отработал, просто охуительно. Естественно, да, и, кстати, это был второй момент уже, когда я потом возвращаюсь к сисдэфам, и они мне говорят, «Слышь, блять, ты опять убиваешь». Ну, опять, может, я и в прошлый раз это делал. И тогда я сказал, типа «Сори, больше не буду», и они такие «Блять, лучше не смей». И в этот раз... Ну ты, блять, ты явно прирожденный пират. Я не... И в этот раз они меня... Один раз объебался все время. Типа «Ты незаконопослушный, ты больше не гражданин, пошел нахер отсюда!» Они меня не посадили в тюрьму причем, хотя должны были, потому что я у них считай на испытательном. Они должны были казнить меня вообще по-хорошему за такие преступления. Они меня просто отпустили, и табличка «Сисдевт теперь ваши враги». Все. Я просто улетел с их корабля. Подожди, а как у тебя закончился квест? Как он у меня закончился? Ну, типа, мы нашли наследие Крикса, естественно, полетели в эту систему, которая, кстати, пиздатая. Ну, типа, там вот эти молнии всякие, вот этот корабль дрейфующий уже на... Для тех, кто, типа, не видел и не понимает, наследие Крикса, ну, «Легаси», само по себе «Легаси». Это название корабля галактического банка, который в тот момент, когда Крикс его абордажил, перевозил неебическую сумму денег. После того, как на него было совершено нападение, автопилотом, учитывая оснащенность корабля, его отправило в максимально ебучую систему, которая заполнена магнитными бурями, и обычный корабль без подготовки, если сунется туда, он сжарится куям от близлежащего солнца. Я спидранил, кстати, очень сильно, чтобы не сжариться. Может, я на фронтире это делал? Не, я оснастил полностью корабль, потому что, подожди, как ты спидранил, если там у тебя не открывается метка до того, как ты не оснастишь корабль. Подожди. Ты оснастишь его, но ты же все равно получаешь. Типа, я первый раз, когда полетел, я получил достаточно урона для того, чтобы он у меня взорвался перед этим. Так что у меня первый раз не получил, второй раз ты спидранил уже просто. Как-то хуёво ты его снастил, потому что у меня корабль... А, бля... У меня был уже не фронтир, если что. Я уже сказал, я понял, как играть в эту игру, я сразу захуячил себе другой корабль, который ебануться мощный. Я хотел, а я хотел, но я остался на фронтиле. Я могу загрузиться, короче, и показать... Если захочешь, я для вставок тебе накидаю корабли, которые у меня были. Запишешь потом футажи, если что, можно будет, да. Да, ну, в общем-то, мы это самое наследие находим, решаем там какую-то простую головоломку типа вставить один ключ, второй, третий, слушаем, естественно, все вот эти его аудиодневники, в которых он говорит о своих предпочтениях. Кстати, очень, очень классный, мне очень понравился самый последний дневник, где он остался один на корабле, и он такой садится, там прям слышно, он открывает последнюю бутылку пива, садится вот так вот, как он писал. Ну, неплохой вид под конец. И этим заканчивается запись. Это прям... Вот это я, кстати, уже не услышал. Вот как ты про вас как не услышал. История, блядь, целая. Ну, это да. Вот это уже я не услышал. История крикса, то, как он понимает, типа, что пиздец пришел. А нахуя? Нахуя я все это сделал? То есть он пробыл на этом корабле один. Просто один. Бля, почему я с кучей охранных роботов? Я как будто прикусил язык и дважды запорол слово один. Он пробыл на этом корабле один где-то я не помню, 20 дней. У него как раз заканчивалась еда и последняя запись номер 73. Он просто садится в этот стул, ты как бы находишь его почему-то обмороженный труп. Странно. И все. И потом забираешь кредиты, ключ, вундервафлю охуенную, кстати. И выкачиваешь абсолютно типа все деньги. Там еще прикольная сцена, то, что ну, там деньги крипта. Ну, то есть здоровенные вот эти хранилища, которые ну, вот пока не заполнены информацией. Они тухнут наоборот. То есть когда ты выкачиваешь, оно все перекачивается на твой датабанк и у тебя ну, у тебя не было, у меня типа встает выбор отнести его в сисдев или отнести его пиратам. У меня выбора не было, потому что я это все относил пиратам. Ну, то есть блять, ты даже этот квест нахуй запороть успел. Нет, 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 ни хера. Смотри, после этого корабль начинает разрушаться. Да, тоже охуенно. Через красный, нихуяк, через этот ебаный красный туман, хуй, что ты, блять, разглядишь нормально, непонятно, куда бежать. Я все хилки там, наверное, потратил, потому что я очень не сильно прокачанный был. Я тоже. Вот, ну, типа, кое-как мы улетаем, прилетаем, естественно, сдавать наследие, но на пиратов нападают сисдефы в этот момент. На все их вот эти ключевые точки, их радары. Три радара надо было мне отбивать. И потом вернуться, чтобы ебнуть, собственно, этот стоуровневый, блять, корабль этого осаса, собственно. что я немножечко, кстати, ебал, я несколько раз, типа, улетал, думал, там, перепрокачаюсь и еще прочее. Потом я такой, бля, игра от Bethesda. Т, г, м. А, я ебал, потому что... Я прошел, кстати, полностью без читов. Умудрился. Я уже, я уже напоследок немного начал, потому что заебал. Честно. Не, я понимаю, потому что у меня это было, ну, наоборот. Естественно, мне нужно было отправиться вместе с UC Гвардией и снести вот эти три маяка и потом атаковать ключ. И выглядит это, конечно, ну, ебануться, как бомбически. То есть ты, когда ты сносишь эти три маяка и просто месишься с рядовыми, это хуйня. Когда ты уже штурмуешь ключ, на тебя сначала вылетают некоторые корабли, которые подписаны, то есть некоторые люди со станции, с которыми ты знакомился все это время, они начинают, как бы, штурмовать тебя. Когда ты их всех разъебешь, ты высаживаешься на ключ и начинаешь штурмовать. То есть вот те все люди, которым тебя представляли, они, как бы, берутся за оружие и ты должен, как бы, лично их убить. Постановка просто пиздец. То есть ты с ними за это время все-таки общался, как-то торговал, как-то узнавал. Я там встретил, как бы, родственника персонажа, которого я встречал уже, то есть некая эмоциональная связь с ними выстроилась, и ты, типа, должен своими руками в соло всех их заебашить. Теперь. И под конец, как бы, ты сражаешься с Дельгадо, и, ну, у тебя в конце остаются только чувак с бомбой на сердце, ты обещаешь ему, что ты его, как бы, разминируешь. И Дельгадо. И я сделал так, чтобы они сдались. Они выжили. Оба. Но за решеткой. Вот так заканчивается вот эта ветка. Ну, а в моем случае мы разъебали, собственно, всех ваших этих сиздефов, в том числе и ОСАСА на его же корабле, и этого, и Армена Петросяна мы разъебали, и всех остальных, кто там был. Там есть Армен Петросян на корабле сиздефов. И после этого Дельгадо такой, так, ну, пацаны, мы празднуем, а я такой, пацаны, за мой счет пива. Все летим там в Нилан тусить, вот это все. Ну, естественно, никуда никто не полетел, но на словах типа все праздновали победу, что было круто. это да, в моем случае один единственный человек сбежал. Кто это может быть? Угадай. Я одного персонажа не упомянул только. Это, который вот вначале хотел Дельгадо еще убить, да? Нет, его ты тоже ебаешь. А. На это. Кто? На это единственное сбегает, она не участвует в бою, и ты узнаешь, что она, как только бой начался, села в шлюпку, развернулась, и съебалась в неизвестном направлении. Потому что она изначально была не совсем на политике Дельгада. она не верила вообще в наследие Крикса, что оно существует. Я думал, что после этого, благодаря кое-какой механике встреч, я ее встречу в открытом космосе, и она нападет на меня, но нет. Она просто исчезла в неизвестном направлении, и о ней больше ничего не было слышно. И ты говоришь, что пираты где-то должны были появиться, но я встречал только иногда отголоски пиратов, пока путешествовал по системам, а в пещерах меня ждали только турели. Ни спейсеров, ни эклиптик, ни пиратов. Никого вообще. Дела. Но при этом все. Даже при тех минусах с постановкой вот на этом корабле этого с вечеринкой, я хочу сказать, что квест пиратов мне реально понравился. Но не под конец уже, конечно. Под конец уже было больше душно. Но эмоционально пираты клевые на самом деле. Ну, я так понял, то, что эмоциональнее как раз становится, если ты идешь по сиздев, потому что финальный бой со штурмом выглядит более эпично, чем просто отбиваешься от кораблей и в космосе, когда космическая боевка сделана так себе. Когда тебя пускают как бы в соло, напомню, в соло, переебашить всех людей, с которыми ты выстраивал связь, что-то все-таки ёкает. Как бы, давайте так, ну, неприятно. Ну, мои ребята остались со мной, я за них, как бы, зло вперед. вот, наверное, я переключусь на сайт квест Рюджин, потому что я несколько раз сказал, что я отрюджинил там кого-то там в квестах, кого-то здесь в квестах, и это, блядь, прояснит некоторые моменты в дальнейших квестах, поэтому Рюджин. Во-первых, квест сразу привлек меня названием, большинство квестов ты получаешь таким образом, ты просто идешь по городу, стражники или горожане могут о чем-то говорить, и у тебя появляется активность, или вместо активности сразу зацепка на квест, и она появляется у тебя сразу на ново-прайм, New Atlantis, который, блядь, я не знаю, блядь, надо загуглить, откуда у меня это название в голове, я не знаю, мне кажется, так называлась планета в каком-то произведении, не суть, называется квест Back to the Grind, я говорю, о, назад грындить, да, и квест, когда ты прилетаешь на неон, ну, для меня это дом родной, я по названию думал, что это будет какой-то а-ля киберпанк-город, так и оказалось, помню себе, устраиваешься в этот режим, и ты устраиваешься ассистентом, первый твой квест это принести кофе, принести кофе, одно из которых должно быть определенной температуры, все нахуй, ты приходишь, приносишь кофе, потом, после этого, и общаешься с головами совета, там есть финансовый совет, операционный отдел, прочие, вот эти вот все люди, ты с ними о чем-то обсуждаешь, ну, что-то обсуждаешь, вкидываешь какие-то предложения, и если ты попадаешь с этим предложением, то ты начинаешь им нравиться, и после этого всего, после их совещания, ты еще поболтаешь, поболтаешь, и тебя, твоя деваха, которая и устраивала тебя на работу, решает попробовать в операциях, и тут мы понимаем, то, что Рюджин это гильдия воров, большинство заданий проходятся именно с помощью стелса, на одно из заданий тебе дается даже квестовый предмет, который тебе остается, это одежда, которая увеличивает твой шанс на скрытность, ну, а так как стелс вообще в принципе самая сломанная механика в играх беседки, то, блять, проходится это очень через сраку на самом деле, но квесты сами по себе ну, немножечко интересны, поначалу, да, это просто промышленный шпионаж, ты отправляешься на одну планету, загружаешь вирус, добываешь инфу, очень много как бы диалогов и как оно за перкэшн? Реговор. Убеждения. Да, убеждения. очень много убеждения, поэтому я вкачал его сразу на второй уровень, и все. Типа, в одном из квестов, причем пока я добывал информацию, естественно, никто просто так информацию не дает, то есть ты приходишь к информатору, и если это не человек Рюджин, который для тебя добыл информацию перед входом на какой-то объект, чтобы ты там нелегально что-то сделал, а это информатор из разряда тебе нужно добыть у него информацию, потому что он хочет продать ее Рюджин, то для него нужно будет выполнить какой-то квест. Один из них на Марсе просит тебя избавиться от охотницы за головами, которая его преследует. Вот я плавно возвращаюсь к моменту, что я на пиратской станции встретил родственника, знакомого мне человека, это ее типа сестра, да, или кто? Это была сестра, да, которая попросила, ну, которая попросила убрать этот информатор, я ее не убирал, я договорился, то, что я не хочу тебя убивать, но в доказательство он просит твою пушку, там она сразу происходит гениальный ее ответ на фразу, мой ствол, да я его отдам только случай своей аааааааа... понятно, на, вот мне очень показалось кековым вот это именно постановка, то, что он попросил пушку, как доказательство смерти, он такая, пушку, да только при случае на пушку, единственное, что это самый любимый ее пистолет это лазерный ствол с возможностью поджига и называется он еще эмбр и как бы вот эта дамочка это запомнить сожалению я уже позабывал все имена вот но потому что все персонажи там состоят буквально из одного предложения на самом деле ну по факту да единственная кого-то запоминаешь это про это бар это блять дельга да просто потому что ну а хотя бы у них актеры хотя бы играют хоть чуть-чуть а ну и ивана из ивана коллекционер а да и его этого подсоса вадика вадик вот володя конечно же владимир стал собственно я возвращаюсь к нему показываю пистолет он сказал ну в принципе как доказательства мне это хватит оставь его себе сука если я знал чем это вернется ну и ты проходишь дальше вот эти вот скучные квесты вот в этот момент я понял то что игра мне перестает нравится потому что большинство квестов рюджин я уже сказал это стелс задание остался поломанный и ты можешь пользоваться на шифте если ты знаешь поведение врагов просто я главное чтобы не стригерить полоску что-то я скажу что по сюжету основному был один стелс квест из таких которые запомню это когда ты как раз таки с волтером вот этим вот богатым челом владельцем там типа бизнеса какого-то на неоне но он встречался со своей женой там и потом с конкурентами решали какие-то вопросы уже не вспомнить детали но прикол в том что важно короче типа запирают в башне их там похищают и вы на это и бегаешь и вы бегаете по стелсу через вентиль по вентиляциям где вас направляет жена как раз таки его да вот и это на самом деле частично даже прикольно половина квеста фрюджин выглядит именно так поэтому я уже был знаком с этой механикой но по сюжету там кстати мало достаточно человек было с кем можно было в принципе пересечься поэтому без стелсов можно пройти даже вот собственно большинство квеста фрюджин да там первые 80 процентов до того как ты не не узнаешь что заказывается под коверные игры ты проходишь именно так типа прибежал сделал по стелсу если типа ты понял что стелс сломанный ты сделал очень быстро поставился какую-то вещь вернулся обратно то есть это буквально fast travel загрузкой и в какой-то момент я понял что я уже начинаю уставать от того что я тупо бегаю туда обратно это большинство квестов на самом деле у меня такое как беготня туда-обратно и если в остальных ветках и еще как бы ну у пиратов есть вот эти undercover миссии да и вот охуительная вместе вместе с вечеринкой и потом финале это штурм ну или пережить штурм в зависимости от страны у вангарда и фристара это какая-никакая но перестрелка то ну у рюджина перестрелок практически нет ты за них можешь получить меньше денег принципе тебе нужно как можно меньше издавать шума ты промышленный шпион и ты как бы узнаешь что что еще одна контора спиздила у вас наработки технологий а потом ты узнаешь что что не спиздила а одна из управленцев из этого совета продала их на сторону и пыталась как бы съебнуть под шумок зараб забрав побольше денег и чтобы рюджин там типа утонула в судах и разборках она сама съебалась на какой-то другой конец планеты шиковать с остатками денег в итоге ты все это предотвращаешь у тебя есть охуенный квест то что ты пробираешься в рюджин ночью незаконно то есть в нерабочее время и ты должен поселить вирусы компы подозреваемых чтобы добыть всю информацию вот этих не в их сделках и никого не убить что у меня не получилось и потом чувак который ответственно за информационную и структурную безопасность говорит тебе ты ах ел чего я скажу семьям этих сотрудников и купляет околатрал дэмс чел пля успокойся ты мудак ты плохой человек ты серьезно блять только сейчас это по я блять граблю другие конторы по указке рюджин и разоряю типа мелкие компании ты называешь меня плохим человеком из-за того что я охрану этой компании ёбну ты еблан но это не суть это как бы моральный компас каждого все это объясняется всех блять крутится примерно вот так вот в рюджине там типа человек человеку волк там прям вот пиздец борьба и грязня за власть а ты становишься как бы главой отдела по вот этим таким скрытым операциям у тебя потом еще открывается доска где ты идти слоёб заниматься продолжать эти контракт надо вот и как бы с пеной вот этот все заканчивается тем то что ты вскрываешь все карты а технология по поводу которой и шла вот речь это манипулятор это био чип который встраивать тебе в мозг с помощью которого ты можешь убедить человека в своей правоте понимаешь да что теперь означает от рюджинил да либо взять его под контроль если он ниже тебя уровнем и заставляешь добивать свои и знаю что я хочу к этому добавить а руки-то вот они мысли блять но не знаю типа это блять это как знаешь как мне про просто это напомнило время тот шутку про проктолога типа чё чувствуешь чувствуешь а ручки то вот они ебать да примерно так выглядит и действительно прохождение токас тебе вживляет от био чип ты с помощью него всех как бы и выводишь на чистую воду ты первый кто тестирует его и ты первый кто с ним останешься на всю оставшуюся игру но зато теперь я понимаю почему режим так еще сравнивают с ура сакой потому что тоже эти странные био чипы да там она и поднялась на био чипах это тебе говорят в конце в конце и скорее всего ты не видел потому что не проходил ничего но когда ты в самом конце встречаешь зеркало назовем это так озвученная блять в отличие от тебя да в самом конце ты помнишь этот шар который вокруг него там еще всякие сценки происходят сюда вокруг него сцены всех финалов ладно ну то есть давай давай говори только про режим мы к этому перейдем потом хорошо потому что вот собственно ну режим так и кончается ты остаешься с био чипом ты вскрываешь всю эту большую ложь происходит кадровые перестановки тебя делают главой вот этого операционного отдела и ты можешь выполнять задание если тебе нужны бабки у тебя к этому времени бабок достаточно чтобы купить корабль как я говорю что у меня появился постную режим я прошел первым и у меня появился более новый мощный жирный вместительный пять человек команде корабль вот и потом я пошел проходить авангард то есть смотри режим мне по большей части дала супер силу бэтмена то бишь денег они насыпали дохерища денег реально вся эта квестовая цепочка хоть и унылая но денег ебануться просто вот и кстати еще отдельно запомним человека на неоне ты вот напомнил про квест с этим с волтером с волтером да ты наверно встретить в клубе там уж клубе у вас встреча ты встречал такого бородатого дядьку которого называют правителем неона ну то это самый типа богатый бизнесмен в него не а вот это я не помню черт блин я помнил его имя и я забыл это сказал посмотреть это тот с которым мы потом встречаемся в випе правильно да он постоянно сидит випке я просто сразу поясню очень всратый момент связанные с этим деткам ты с ним связываешься в плане джиновской ветки потом еще есть такой сайт квест как зина фреш тоже с ним сталкиваешься и каждый раз когда ты сталкиваешься с этим правителем найти те он каждый раз ведет себя так как будто ты встречаешь его впервые вот настолько полять не реагирующий на все персонаж да то есть ты в разных квестах с ним встречаешься по-разному а он ни разу не реагирует тебя она на тебя так как будто вы уже виделись он каждый раз ведет себя по-новому это мне кажется лично небольшой проек могли его как-то получше прописать потому что если ты будешь проходить все квесты ты встретишь его три раза в одной и той же вот этой вип комнате в котором ну ладно случае с зина фреш об этом это мелкий квест я расскажу он встречать тебя в другом месте собственно авангард тут я попробую максимально быстро потому что это блять и правда ровнишь ты сказал еще вначале что типа 40 минут тратить на старт и вот это пиздец уже а мы уже час блять часу бля ну тут блять надо надо это надо прогнать все давай да надо прогнать все постепенно к савангард ты то есть ты вступаешь в авангард ты реагируешь на сигнал из космоса встречаешь поселение которое разъебала какая-то чумная ебака и одного исследователя который пытался понять что это за чумная ебак и ты встречаешь такую вещь как террор морф этот а как это как там было в видосе у этого типа apex predator за pinnacle of или как да 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 вот этого apex predator который не может ничего тебе сделать когда ты просто поднялся на два метра выше блять ты узнаешь что что но эта хуйня вернулась есть специально планета ландиниум которая погрязла в мерзлоте и там эти штуки ну последний раз тип они сожрали ландиум ты высаживаешься на эту планету находишь остатки и находишь типа apex apex predator среди них всех самого здоровья амбира пинаколов пинакол да получается да ты узнаешь в полах потемных лабораторных комплексах то что это обычные вот эти червячки я не помню как зовут их есть ты мог встречать их они иногда используются как домашние животные просто червячки ползающие земле такие забитные 1 уровню но многоножки какие-то типа нет ну блять это они больше на змей похоже не даже ножик нет встречал я даже их название не помню я встречал их редко их чаще всего можно встретить на планете я понял я понял да 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 я понял вот получается вот эти альфа предаторы это вот эти черви но под воздействием спор одного конкретного цветка который растет и параллельно с этим и параллельно с этим ты узнаешь от юси про человека по имени ваевиктис ну то есть это погоняло у него было когда-то настоящее имя и находя там доказательства то есть ты находишь его а он как бы находится в секретном секретной камере содержания то есть он как заключенный у самого юси хотя когда-то был генералом но адмиралом даже юси которого был свой флот почет там вот эта вся хуйня и оказывается то что этот ваевиктис сидит не просто так он заставил типа этот ландиниум стереть с лица земли потому что боялся что терророморфы переберутся на другие планеты мы дальше начинаем копать через цепочку не очень интересных кустов мы узнаем то что твои виктис оказывается узнал то что эти споры и превращают типа вот этих маленьких либо кутеромов и тут я понял то что я проебался с порядком именно в этот момент это узнаешь ты находишь подробности оказывается что он обо всем об этом знал еще оказывается то что та девчонка которую ты встретил это его генетический клон только немножко видоизмененный чтобы они типа внешне были ну не похоже вот ну ты можешь там выбрать не рассказывайте правду то что оказывается ее один генетически вот этот отец жив он рассказывает тебе о своих мотивах то что он хотел это использовать как оружие но в итоге поздно опомнился а когда поздно опомнился уже было слишком поздно и пришлось забомбить нахуй все чтобы угроза не распространялась о том как эту угрозу истребить ты узнаешь что можно типа ты находишь животное которое может пожирать эти личинки в естественной как бы сфере обитания нужно им помочь развиться а ты берешь себе образцы и потом ну в итоге ты приходишь к этому вариантом есть несколько вариантов но я пришел именно к этому и после завершения квеста тебе дают самую мощную броню в игре броню авангарда и пентхаус и ты становишься классом а гражданином этого новый прайм который не в атлантис вот это максимально ужатая ветка этих чуваков а вот то есть у тебя проверяется ранее а вот про ветку фристаров если чё-то я как бы из этого уже чёт мог слышать про ветку фристаров я не знаю буквально нихуя ты прилетаешь на планету акиллу до акиллу с который сэм и встречаешь там рейнджеров у которых в банке поселились чуваки и не хотят оттуда выходить атака ложниками а так подожди так это получается я начинал эту ветку я думал ты часть основного квеста я не кого-то у тебя должен появиться отдельный кусочек квеста я не помню как может я не заметил ну короче ладно вот эту херню с банком я прошел я тоже прошел а ты не можешь мимо нее пройти там поставлю типа да то что ты захочешь не поучаствовать мэр пытается как-то она на самом деле это какая-то ебанута странная типа если задуматься какого хуя происходит типа чего вы не можете блять ворваться и просто ну повязать всех этих грабителей но они чё-то как-то заперлись они чё-то только на переговоры какие-то какие-то у них условия ставить такую серию типу не просто там прикол в том то что грабители решили взять банк хотели все типа быстро провернуть но в каком-то моменте проебались и понял что типа если выйдут им писта и они накопались просто все что я заложников они могли ебнуть да все что я помню я их как-то наебал именно вот параметром ложь я что-то там сказал наебал их как-то они мне поверили и такие да все окей будет а потом я просто зашел что-то забрал забрал и все и такой вот мэр пожалуйста держите и все они я я я просто короче с ними договорился и ну типа отошел обратно они сами уже вошли с ними разобрались то есть без пальбы и прочего и тебе сказали что ты можешь податься в шерифство вот собственно уже вернувшись к этому квесту я вернулся на акилу и мы начали разбираться с последним запросом ты как новобранец депутей отправляешься на соседнюю планету услышал то что там кто-то щемит фермеров и узнаешь то что фермеров щемят на емнике на корабле с пизженом от компании hope тех которые занимаются собственно производством кораблей и грузоперез вот ты узнаешь что их кто-то нанял для того чтобы пощемить фермеров зачем-то ну понятно зачем там что-то связано с землей это как бы и так ясно как ясный день но ты это потом внезапно узнаешь вот потом ты идешь разбираться по зацепкам ты отправляешься в оптах тебе придут предоставляют мистера хоупа в максимально натянутой кат-сцене где он говорит что мы заходим он говорит секретарши он такой вообще там и здесь оптах ценим только наших сотрудников нужно сделать все чтобы они это ты злодей но все ее вот нахуя вот это просто ты злодей сто процентов полер да вот ты просто рак иначе да ты начинаешь просто по зацепкам этим слушать от одного человека в другом он выйти на главаря наемников а теперь уже понятно типа смертельную милю там есть такая типа забава у наемников чтобы встретиться типа с боссом ты должен быть типа элитным челом там есть какой-то специальный бар для наемников бар казино и там проходишь эту смертельную милю и отправляешься встречаешь узнаешь подробности то что их нанял полп естественно типа большинство из этого я очень может много пропускаю но у меня был манипулятор поэтому мне очень было просто договориться с людьми все он дает сразу плюс пять очков слушай ты же видел при этом он рам ты превьюшку мою видел которую я делал тип вот с лодом там с филом который выебали мне кажется я заменю надпись вы ебали на от рюджинили можно можно в принципе там мне еще кстати нравится если я ее заменил механика когда ты выбираешь типа манипуляция плюс 5 это так выглядит эта хуйня просто манипуляция там блять никаких это выглядит так что ты признать вот типа включаешь вот это устройство и каждый раз человек такой твоих словах есть смысл блять вот вот так короче они всегда реагируют на эту хуйню как будто это уже ты их уже за брейн вошел слушай ты видел шорт рашен беджера про фонг музыку там короче потом скинешь а я просто объясню тут там типа два солдата ну анимированные им короче типа его им озвученные условно обсуждают типа а чего-то чуваки делают они просто как-то двигается по какую-то странную музыку под фонг и он говорит типа фонг существует для того чтобы типа ну типа не не говорить слова да а чтобы ну чувствовать чтобы ты музыкой чувствовал слова ты можешь сказать любую рандомную хуйню включить фонг и это будет типа иметь смысл и он такой типа знаете коммунизм это достаточно крепкая структура фонг такой включил и блять да я поверил в это короче ты постоянно под фонгом как бы когда им манипулируешь ты узнаешь у лидер наемников то что да боб хоуп вроде так его и зовут боб и был их наемником ты возвращаешься в хоуп тех там он опять спорит с этой секретаршей которая последнее время недовольна как бы введением его дел обвиняешь его и он такой ну да я это сделал сука блять ты мультимиллионер на этой планете даже не попытаешься отпереться или ну тебе никто не поверит он просто такой да я это сделал я просто хотел типа забрать в них землю выкупить даже они упирались и я думал что лучшим способом будет их убить блять ебать ты тупой просто озвучка чинишвили такая да я пидарас так уж вышло что поделать это самый тупейший квест вообще который есть но за него тебе дают неплохой корабль но к этому моменту у меня уже был другой корабль мощный и называется он шилдбрейкер я тоже его попробую тебе заснять это охуенный корабль который невозможно пробить это как раз он его с автоматическими турелями это красно красно да 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 с неебической скоростью его невозможно пробить конец потому что я именно его и взял себе когда нужно было я именно его и взял потом а ну я тоже ну вот что он за и что ж по квестам прошли понятно пираты сам пираты топ тебе дают корабль и одну из мощнейших винтовок и тут блять я хочу сказать один момент который мне понравился в старфилде потому что редко когда в играх особенно такого блять качество делают так называемое погружение ну то есть иногда погружение она работает так что на тебя окружение реагирует в зависимости от того что ты сделал либо то как ты выглядишь у беседки не было с этим проблем у них была вот есть механика с гулями у них в sky риме была механика с масками когда тебя принимали там за крутого какого-то чела или с оружием и тут также есть реакции постов я прошел фристар я взял их винтовку а там можно заметить то что винтовки систем юси выглядят на типа ультра современно а такие просто современное оружие хоть физическое хоть типа лучевое но современное можно встретить старые образцы вооружений и можно типа гонять с пушками фристар которые выглядят как типа пушки с дикого запада но вкус джейкобс джейкобс из портал ланса да вот типа того я шел с этой пушкой я вернулся на new atlantis и мне охранник такой классный винтовка больше типа он так еще кау-герл так вот сказал это это кстати выставив руки я такой бля прикольно ну типа мне понравился я тут что-то вот уже приходил что такое в смартфилде вообще есть учитывая то как все я не знаешь как я охуел блять на тридцать пятом часу что такое есть стартилде блять я что-то слышу там да это есть там вообще можно прокачать типа физон настолько что у тебя откроются подкаты но я так и не понял что то на самом деле насчет этого бля прокачивать полностью я заморочил я сразу скажу я закончил немножечко огромный персонаж 38 уровень хорошо перед тем как вернемся к основному сюжету я хочу немного вернуться к рандомным фактам насчет космоса как раз таки я не считаю себя так сказать экспертом вообще в области реальной ну реально реального космоса но кое-чего как бы я знаю из всяких там в детстве я смотрел там всякие научно-познавательные передачи там discovery мультики там про космос где рассказывали про него реально чё-то и ну чё-то про него знаю и он когда я поиграл старфилд у меня сразу возникло несколько вопросов тот говард какие блять нас и какие spacex и тебя консультировали сука что это вот я просто представляю типа приходит тот к илону маску и они такие и он ему так типа бля ну такой бля тот я тебе говорю ну не существует сука двойных звездных систем или тройных это бред блять вот на солнце посмотри это одна система одна звезда 1 блять я кажется понял о чём да сука альфа центавра буквы ближайшая к нам звезда 4 световых года всего лишь да ну ближайшая к нам проксима центавра это альфа центавра эта система из трех звезд состоящая альфа бета и проксима центавра красный карлик самый ближайший что у нас в игре у нас в игре альфа центавра просто одна звезда альфа центавра и даже сука не красный карлик а желтый как солнце я сижу какого хуя блять а почему а где проксима а где еще ладно хорошо никаких небесных комет нету в игре черных дыр ну понятно ладно допустим в ближайшем нашем окружении черных дыр не будет половина звезд какие-то ну типа ладно условная ближайшая звездная карта какие-то звезды действительно есть их можно найти на реальном атласе какие-то абсолютно блять рандомные то есть ну ладно допустим хорошо не взяли еще один такой смутивший меня момент это это название в нашей солнечной системе где солнце называется сол а не сан солнце называется solar ну солдат на латыни она называется солдат луна называется не мун а луна тоже на латинском названием как и все про все прочие планеты и сука земля называется земля то есть а не терра почему так это такой легкий дает я могу я могу наверное объяснить потому что после того как я прерывал как бы последнее от прохождения стартил то есть у меня оставались фристар и основная сюжетка где-то на две недели где я пропадал все это время валяйте вылит дэнджерс потому что мне захотелось блять космоса на вот вот того к нормальному жалов софилде да я провел какое-то время ну немало и вылит дэнджерс за эти две недели немало и для обычного человека не не 900 часов блять ну часов 20 может быть я поиграл в или дэнджерс превосхитился и это ну типа это нормально сол называется сол из-за центра системы то есть solar system до ассан для на фикация объекта да это его земное имя да это земное имя потому что классификация объекта это красный карлик наше солнце это красный карлик до классификации вроде g6 сколько помню но нет типа такая знаешь я имею ввиду классификация более простым языком что типа мы же не мы же любую звезду то тоже называем солнцем типа альфа центавра это солнце системы альфа центавра например не солнце это прям чисто земное название потому что все равно это звезда и да но мы как люди иногда так можем говорить можем позволить себя или не учет именно красный карлик и красные гиганты для нас солнце потому что они красные и вот да все вот наши вернусь луна это уже космический объект а земля это именно ну это название это земное название планеты лартера ну и она не было террой просто ну допустим любая любая планета это терра получается тогда не уверен насчет этого ну ладно вернусь еще немного к деталям насчет консультации тоже в том числе это я уже конечно сам не заметил но на на луне на нашей луне там есть условные какие-нибудь лунные базы какие-нибудь да там комплексы зданий вот этих вот небольших да и просто что я на одном скриншоте увидел вытяжка блять кондиционер вытяжка на луне где нет атмосферы слушай я может быть конечно ультра тупой но я тоже я тоже далеко не знаю зачем я буду оправдывать эту игру но вот ты не надо может быть каким-нибудь фильтром очистителем просто чего блять очистителем чего нет ну смотри внутренние атмосферы давай не подожди подожди ты вот ты думаешь ты юсинкаешь аутсайд зе бокс блять я думаю если ты пернешь лунном модуле куда это должно идти в это может быть фильтром очистителем блять наружу вот именно что ты типа надышал углекислым газом из тебя же углекислый выходит его нужно откачать пускай типа ну типа тебе из баллонов в модуль поступает кислород да но весь углекислый газ который это откачал ты загерметизирован тебе нужно куда-то откачать и опять же ну вот если ты пернешь на луне ну куда вот куда это отправлять мне кажется я не хочу правда проебывая этой игры блять оправдывать здесь слишком много но чисто в теории а теперь объясни мне пожалуйста а что такое блять нож с увеличенным магазином пошел нахуй ладно я могу это может быть забей забей все не надо это так вернемся к теме пердежей потому что вот это интересная хуйня я один корабль как-то взял на абордаж как раз таки на него он был сломанный уже то есть на нем ну на нем уже тусовались какие-то чуваки и вот что-что а пердеж в этом корабле хорошо работает это я сейчас говорю про закон сохранения импульса потому что если в невесомости ты начнешь стрелять из кинетического оружия тебя начнет относить с постоянной скоростью или с постоянным ускорение не помню как закон формулируется да но я был приятно удивлен этой детали так что лайк да за это блять за это хотя бы спасибо потому что из-за этого все или такое их немало за время прохождения в невесомости они выглядят очень аутентично и ты задумываешься о том как стрелять на самом деле ну а теперь собственно к сюжету как ты осталось всего немного да в общем то прилетают прилетает хантер со старбор нами со своими ну один читай на корабле ну там x8 сидит но короче прилетает у вас там начинается небольшой биф потом смерть не у атлантису и смерть в нашем случае у обоих у нас сдох сэм при том кстати я с ним как какое-то время общался и с дочкой его там ну достаточно толерантно относился да 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 но сэм они были у меня на корабле да а дочь меня потом возненавидела типа ты сука позволил батю мерьте и говорю что он нахуй тварь я пытался объяснить да типа да блять ну почему я то почему я да я блять но просто защищал другое место типа но он идет мы ищем собственно этих старборнов мы идем по их пути пытаемся понять кто они такие у чувака на нью атлантисе какого-то тоже из варуны или еще откуда там вот этот дедок знаешь до которого тебя это не варун это какие-то там звездочеты из них но один чувак в тюбетейке помнишь и напомнил да да ну он тебя отводит к нему как раз да 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 и они рассказывают по моему даже они как раз рассказываешь что типа есть какой-то unity условное они же да типа единство какое-то и собственно спустя время какой-то мы летим летим и находим этих самых старборнов и они такие типа о ебать ты нас нашел красава они я забыл еще один момент а я же полетел типа ну когда надо было типа сделать выбор остаться сражаться в лоджи или полететь на ай на глаз я полетел на глаз и спас там всех собственно отбили там вылечил условного там владимира сару и прочее вот а когда я вернулся и ты помнишь может быть и это тоже тебе показывал я не мог приземлиться в лоджи ну и вообще тогда типа нельзя у меня было фаст ревелиться на эти локации я думал потому что это из-за того что но ивент происходит и типа мне надо своими ногами ходить но потом я не мог призвать его атлантисе да я словил софт лог считай практически я не мог приземлиться в не атлантисе а если приземляться рядом с ним то ты приземляешься в сгенерированный блять локации где откуда ты пешком до нее атлантисы никогда не доберешься да и ты не знаешь какую сторону потому что карты нету это невозможно все что мне помогло пизда у меня наушники кстати садятся я думаю я скоро на обычный передок а вот собственно я прилетаю на в другую систему я прилетаю брата и меня сканируют меня не могли отсканировать поэтому я не мог приземлиться нормально а тогда меня фаст ревель 0 по миссии без сканирования пустила такой какой-то я софт лог словил вот но типа в итоге да я возвращаюсь сэма в живых нету на меня бочку катят и потом я лечу к старборном естественно после всей этой херни мне говорите по класс ты нас нашел давай-ка к нам на корабль мы с тобой поговорим вообще и в чем наша херня а и они объясняют что типа мы так-то вообще пришельцы да но мы не нихуя себе не просто так и один из них снимает шлем ну визор со шлема переключает да переключать визор и под ним оказывается сэм у меня у меня это там другой из другой вселенной да да метаверс блять сначала спайдермен теперь мультиверс точно мультиверс метаверс и другой немного то я тупой да в общем да а вторым челом у меня оказывается тот самый второй чел это эмиссар им оказывается тот самый дед который про юнити говорю тоже из другой вселенной и они объясняют что мы старборны охотимся за вот этими артефактами чтобы там получить с них силу и отправиться через единство в новую вселенную для познания всего остального что казалось бы типа интересно что потом происходит дальнейшем я честно не помню детали опять же но типа но я могу раз давай между между миссаром и этим происходит конфликт и они тебя еще отправляют там ну еще найти артефакты и на землю они тебя отправляют в комплекс нас но и цели я просто не помню и так в комплексе nasa содержится как оказалось самый первый найденный артефакт в экспериментальном движке который питался вот этим гелий 3 типа гели 3 это единственное вот это вот топлива для того чтобы путешествовать в космосе и использует гиперскачок он здесь типа единое не как но манскай и это же тот самый двигатель как раз при помощи которого мы к единству и отправимся ведь правильно или нет но нет там корабль когда мы вырубим двигатель мы просто заберем кусок этого артефакта до биф между сэмом и эмиссаром начинается за того что эмиссар говорит что типа и на тебе не надо дальше искать артефакты передай нам все что есть а сэм говорит типа он уже проделал такой большой путь пускай он продолжит вот но в итоге но тебе позволяют продолжить когда блять их как будто спрашивал ты их можешь двоих перед ну я уже точно мог переебать про я хочу рассказать момент смотри там же как раз выбор типа на чьей ты стороне оказываешься на стране эмиссара или на стране этого хантера мне я как конечно сэма люблю ну больше чем остальных персонажей но эмиссар мне показался и пропал немножечко логичнее да то есть типа что я и я могу продолжить а ха хантеру хватит как бы немножечко уже или я пропал ты чё алё и про ага ну продолжай отправляемся в общем так ну типа я я беру сторону эмиссара потому что его слова меня убедили чуть больше типа что хантеру хватит а вот я давай-ка попробую но типа и вот и в итоге я сражался против хантера вместе с эмиссаром и гонялся за ним там по неуатлантису по подвалам вот этому всему а и до этого же еще мы ищем еще один артефакт ну или там какую-то короче данные на планете где мы перемещаемся между двумя вселенными да да вот охуенный квест с иди сон фолл 2 и титан фолл 2 да очень напоминает я не проходил титан фолл но я знаю что там есть квест с перемещением времени за а тут между двумя вселенными где ты ищешь условного чел но где-то прилетаешь на сигнал искать чела ну он данного помощи а это сигнал из другой вселенной было вообще типа ты приходишь на тебе говорят этот этот мужик мертв уже давно как бы а потом ты доказываешь что ты можешь перемещаться в другую вселенную через порталы там какие-то ну связки вот эти да и ты в них в сгоревшем здании с кучей жуков которые там ползают этого чела находишь как раз вот и ты его единственный выживший после а дента когда они в той вселенной предотвратили а в этой не предотвратили да да но короче да это просто такой прикольный квест после которого ты как раз следишь и ебаешь hunter что мне просто сказали типа вот я пошел ебнул хантера а кто-то там пошел на стримах ебнул эмиссара говорит мне товарищ мой да а я сделал немного неожиданную вещь и у меня был прикольный болс батл который ты пропустил и он мне рассказывает что типа он ебнул типа обоих и рассказывать что сначала там я ебнул одного а потом я погнался за вторым там и телепортации типа через две вселенные через город там по подземке бежим я говорю блять у меня то же самое было как лайнер сделал этот квест ну то есть я вот прошел забрал последний кусок артефакта из вот этого мультиверсового здания я возможно я почему-то не помню как ничего из этого я отправился сражаться типа с последним старборном и ну прямо вот я думаю что сейчас будет эпичная битва не у меня он финальный бой был в храме ну ты же сгонишься еще сначала за ним нет да или потом гонишься я что-то запутался я не знаю что именно я выбрал но я за не за кем не гнался я отправился в храм и в этом храме ну то есть ты заходишь тебя там ждет ящики лута прям вот знаешь по лекалам doom 98 года гранаты мины патроны пуши даже зоны до аптечки две штуки блять столько мало аптечек спасибо нахуй ты заходишь и там тебя атакуют чел копиями и иногда сам появляется да и это вроде именно эмиссар антар в моем случае у меня вообще у чувака ну это был эмиссар вот а ну смысле вражеские копии твоего друга которого ты вот выбрал до твоего друга его а я уже их друзей в принципе тебя уже сражался с этим видом врагов как раз вот этим мультиверсовом здании до стаборн который призывает свою копию я тупо забудил эту паню я использовал против него три пушки у меня пик садим и база темыш вот я использовал три пушки только по одной причине я не хотел перезаряжаться настолько он был слабый блять я кстати вспомнил один момент помнишь ты говорил про крики драконов и про их слова сначала да вот и скорее мы что ты сначала лутаешь слова а потом крики так вот и старборном же выпадает их эссенция из арборна в которую ты используешь для того чтобы у тебя способности длились больше вот так это работает в менюшке вот эта херня с ней снизу там про справа слева ты нажимаешь на эту эссенцию применяешь ее и у тебя способности не не работает больше они быстро к дышится я не заметил этой хуйни у тебя потому что не было способностей у меня была одна способна вот именно одну ты одну по сюжету все равно да а у меня был типа грави пинок другой вариант грави пинка предсказание будущего дэш и кислородная сфера с атмосферой вот но я пользовался в основном только дэшем ну вот получается как обузить эту хуйню он на тебя вперед посылает копии если ты убегаешь просто за копии он появляется сам поэтому я просто бегал туда-обратно он появлялся передо мной и получалось дробовика ебал а у меня было два дробовика и ебаный револьвер нахуй который выносил 256 из дамага насколько бы уровне тебя не не была цель это блять смертельное количество как оказалось особенно если мотив прямым попаданием в голову то есть я его так забузил и потом появляется то есть ты должен забрать последнюю эту хуйню заходишь внутрь храма и там появляется hunter другой так разве такой а там разве так было я не помню просто у меня это было так там появляется hunter другой какой-то hunter и ты и хочет тебя атаковать начинает с тобой диалог и я такой режим знаешь твоих словах есть смысл и отдает мне все свои артефакты которые он собрал за это время не у меня я понял да он появляется я просто убиваю в итоге типа и забираю с него эти артефакты просто без этой херни всей ну вот понимаешь да насколько сломанный сайт квесты да да вот того что для меня босс battle не босс battle у меня самая мощная броня у меня самый мощный корабль у меня я обвешан восемью самыми мощными пушками патронов в каждый блять жопой жуй они не весят ничего я кстати одна только способность про которую я вспоминал иногда по приколу один момент кстати я помню у меня было дохера денег и я покупал постоянно патроны и такой типа ну или мне дохера денег в один момент я как-то закупился и у меня не было денег вообще я как-то все на патроны потратил даже не заметил денег у меня тоже было пихерища потому что после шилдбрейкера я не знаю что тебе еще покупать ну типа да я думал еще неоновский пентхаус и короче да ты собираешь артефакты на корабле у тебя и она тебе говорит типа общейся с друзьями если хочешь и отправляйся дальше такой ну да сейчас типа ну финальный квест последний бой нахуй я готов я заряжен потому что ну учитывая то что происходило сейчас я думал что это все тизер и я типа начинаю а блять вот сейчас ты да я проебался впоследствии представления да я действительно гнался за ним но блять насколько это же тупо сделано потому что там вроде хватает одного удара по нему чтоб ты переместился да или типа на вода но типа того видимо я вот так про скипал именно вот при этих всех прыжках какой-то момент ты видишь себя в другом измерении мира да 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 вот как раз как где тебя владимир держит на этом на дохер не да и ультракикос в том то что он потом тебя видит то есть ты там до проекции смотришь если такой это ебать сложно объяснить но я из другой вселенной мужик такая вот херня и он такой да ты можешь себя и для такой типа ладно другой ты иди с миром нахуй отсюда блять да ну ладно вернемся к тому что потом мы в итоге отправляемся к ну берем мощный наш корабль самый нас требуют взять мощный корабль вообще да там требуют взять корабль но второго б-класса чтобы у тебя было на я уже нашел брейкере ну все а меня потребовали я потом взял его соответственно и отправляешься гипер прыжком нахуй в это самое единство unity unity оказывается точкой ну начала и конца то есть пересечения абсолютно всех мульти мульти вселенных вот конкретно вот в конкретной вот этой точке вот то что искал constellation starborn и и прочее это просто да и мы и мы там и кого встречаем себя мы встречаем с озвучкой да так и я в очередной раз гений за то что сделал персонажа тона говарда потому что все это философскую брехню про то какой путь мы проделали мне говорил тот говард по имени джон старфилд да кстати ты вот не учел момент ты же не скидывал скрины это небольшой в топик который откинет нас на 20 прохождение назад помнишь я тебе говорю что я нашел чувака похожего на тебя она там много не писали с этой прической просто с лицом да там этот не песни сгенерировать он сделан типа да прям прям как да 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 я кстати по тоже тоже увидел потом он в неоне магазине ну типа да 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 ну то есть как это выглядело с моей стороны я живу типа пытался вот взять в себе силы и добить наконец-то игру потому что надо писать подкасты две недели не мог от сестью продолжить оказалось что мне осталось проходить 5 ёбаных часов типа такой кек и я уже просто готовый типа бороться и сражаться встречаю себя еще одна копия меня говорит мне о том что это конец и начало я ну типа вокруг вот этой сферы появляются сценки всех квестов которые ты прошел все дано у меня полностью заполнена у меня был основной квест чуть-чуть кстати была херня от фристара ну появилась там что-то валялся на какой-то койке или еще что-то и пираты были все соответственно все там праздновали как раз валялся на какой-то койке это наверное был живет а я не знаю я режим вообще не начинал потому что ну режим начали типа как называется типа масштабное производство этих чипов и появились типа люди которые типа ну всякие продавцы там маркетологи прочих у меня типа вот с помощью этого чипа начали работать эффективнее лучше еще бы нет нахуй уговорить хантера отдать все свои артефакты без боя блять то что вну фристара следит за всей системой и холп был наказаны больше ну типа справедливость восторжествовала типа охуенно она ближе к сути мы и так уже тянемся со всем этим дают выбор нам в итоге типа мы можем вернуть выбор блять но не дает выбора не мы можем вернуться обратно как я понял я не пробовал просто вернуться обратно продолжать играть да там джон старфил тебе как раз вот это все говорит ты сам себе говори ты можешь остаться типа здесь ну ну и а и и сам ты будучи в единстве ты видишь как бы себя разговариваешь но ты сам не ты ты кусок энергии просто летающий до условный и он тебе говорит ты можешь вернуться обратно к себе продолжать там делать всякие штуки либо войти вы и станешь куском и дай и стать старборном тем самым стать воском энергии ну нет кстати нихера под скафандром не кусок энергии там вполне себе ты будешь меня быть ты говоришь что ты станешь с куском энергии ты отправишься в новую вселенную до в обличии старбор то есть ты переродишься да ты переродишься во прямым слов текстом и с этого начинается нг плюс который я не проходил я как это выглядит как это выглядит да ты появляешься кораблем старборнов у тебя корабль с вами орнов да ты сохраняешь себе свои там скиллы свои прокачку не сохраняешь никакого лута уровень я не какого к вы никаких квестов которые у тебя остались больше нет все твои деньги потеряны все твои корабли потеряны все типа все связи все пройденные цепочки потерян единственное что твои скиллы но манипуляция например рыджиновская она является скиллом но броня норму новый корабль и фронтир какого хуя у меня остался блять фронтир остался в пули кораблей это вообще у меня забрали все но типа оставили врана сдачу кэшбэк нахуй я у меня я не проверял кстати эту хуйню надо я я пошел провели этого что у меня осталось я не проверил только остался ли у меня мой дом мои блять на секундочку три дома 6 блять ёбаных кораблей 500 тысяч кредитов ничего нет вообще нихуя и ты приходишь в ложу и там такая сара ты кто кто я кто я сука а кто я и вас который это шахтер которым мы недавно нашли я в другой вселенной никто сука и они смотрят на мою броню типа бля найсовая броня ты еще не знаешь сука что за ней стоит и иди и тебе дает два варианта выбора пройдя основной квест или нахуй его да типа пройти основной квест либо не повторять его там именно типа повторить вас сразу да что просто сразу найти по пару артефактов и блять отправиться просто снова да на новый нг плюс уже который будет кстати отвечаться который будет отлично должен отличаться но никто из нас уже не стал этого терпеть интернет говорит что я в принципе много чего не стал терпеть но интернет говорит что там условно ты можешь прилететь обратно на новом нг плюсе в этот ложь и там все будут мертвы либо там будут все твои клоны либо там будут все персонажи но дети либо еще какая херня и все прочее я щас крины вылезать до видеоролики есть на самом деле можно говорить я думаю все это я хочу немножечко вернуться в принципе к самой концовки и к цели основной вот этого поиска единства и поиска ну типа то что в нем самом происходит и вот этой всей цели а я скажу что это хорошая на самом деле завершение ну то есть она неплохое она такая типа херня сделал здорово сделанное сказал бы я если бы до старфилда я сука не прошел аутер вайлдс до прошел ты играл в аутер вайлдс я не играл на я знаю основную концепцию про 20 мин хорошо тогда снимай наушники нахер и вы все тоже спойлерный сегмент к аутер вайлдсу вот этого вы тут блять не ожидали снимай наушники я серьезно я я не я не собираюсь играть в аутер вайлдс собирается в деле очень зря на самом деле я я реально рекомендую и просто пожалуйста я ну я понимаю но на самом деле я понимаю что тебе вспомнил с аутер вайлдс но я наверное как как ебаный старпер вспомнила немножечко другую херню возможно ты смотрел тоже а я и говорю именно про смотрел то есть я вспомнил сериал который ну скажем так кончается также хоть и путь у него совсем иной скажем так другие мотивы и прочее мне вспомнилось футурама то я футураму я кто смотрел и помнит концовку футурамы я концовку они они заливали там во временной петле единственный способ разорвать ее был то есть там было связано все с фраем и лилой и чтобы разорвать петлю нужно было в пространственном временном континууме разорвать их связь друг с другом и то есть они таким образом закольцевали весь сериал то есть их сюжет должен был откинуться до той точки где они должны были встретиться первый раз и он повторяю не знаю трогался повторялся и он бы повторился мне это напомнило этот момент я не знаю варичи же про самым плюс это но если говорить концовку нет но если говорить именно про саму концовку про саму концепцию единства вот этого то извините меня это око вселенной из аутер вайлдса ну что на протяжении всей игры я предупреждаю опять блять у тебя еще есть шанс снять наушники не служит то дисклеймер давай я в хуя я тебе забочусь короче не надо вы ищите типа тоже древняя цивилизация на маев вот это который искал а вот это набрелась на сигнал око вселенной пыталась его найти чё там вообще происходит ну в общем спустя время вы его находите находите способ как туда попасть попадаете туда и охуевайте от того что там происходит а типа ты уже знаешь контекст что никто не мог приблизиться к оку вселенной но и никто не мог него заглянуть типа не знает и не знаешь что будет если заглянуть него если это сделать то ты оказываешься во первых вниз в хуй пойми каком пространстве который меняется буквально на твоих глазах где первое что ты встречаешь это своего двойника как раз таки что и что после чего происходит и идешь и уже там ну на условные музыкальные инструменты ходишь что-то ищешь ты переживаешь практически то же что и было у тебя все эти моменты в миниатюре все воспоминания знаю что возможно всего этого уже нету за тобой потому что ты находишься как бы и в пределах и вне предела этой солнечной системы который может быть уже нету и ты видишь эхо всех твоих типа друзей которых ты искал с которыми ты общался ты собираешь их по этим музыкальным инструментом вокруг какого-то костра потом собираешь звезды вы все вместе синхронно играете вот эту песню главную тему после чего как раз таки создается новая вселенная а и как это привязал к старфилду потому что мы не отправились в новую прыгнули какую-то из существующих какую-то другую но мне это опять же мне концепция единства как раз таки на мой что тоже это какое-то место такое вот как око вселенной где находится где-то ты встречаешь там себя же вот эти отголоски прошлого все вот это начинает тоже повторяться я вот это увидел и чудо но на самом деле уже несколько было попыток привнести это в массовую культуру даже спейдерверс с этим уже заигрывал с вот этой конкретной размазанные вселенной через которую могут прыгнуть остальные пауки типа другую паучью вселенную но если там был именно селективный отбор до что типа попадает в ту пространство тот кто имеет копию в этом пространстве то здесь мы просто как бы начали сначала уже со всеми знаниями да типа чтобы ты сделал если бы то прав со всеми знаниями блять на 20 лет назад тебе 13 нахуй и ты типа я просто что сейчас я просто отмечу что вот я сказал что хорошая концовка в старфилде но и типа аутер вайлд да потому что аутер вайлд она как по мне реализована лучше с даже философской точки зрения сейчас уже не скажу конечно в деталях сам но просто и и путь который ты идешь к этой концовке в аутер вайлдсе в принципе тоже гораздо интереснее типа нежели поиск ну фактов и дрить его в корень пусть даже и там и там ты занимаешься тем же самым да но я все-таки скажу что это очень ебанно со стороны ну типа и игрового дизайна потому что ну ты как и в играх беседки привык ты можешь типа заняться основным квестом ты можешь заняться сразу сайт активностями многие ребята которые как и я играли раньше в игры беседки начинают заниматься именно сторонними активностями перри перед основным квестом а тут тебе как бы и дают возможность и и и не дают потому что у тебя забирают весь текущий прогресс квестов которые у тебя может были может и чё-нибудь хотел закончить потом может еще что-нибудь но ты тебя отпускают в не очень классный основной квест снова да мне понравилось то что если ты ты мог заметить по названием квестов что они ну тоже имеют в себе цепочку до 1 квест translation а зовется one small step до последний квест one giant leap да есть маленький шаг для человека огромный большой человечеству и когда ты заканчиваешь one giant leap первый и единственный квест который у тебя оставили остается в квест-логе это one small step то есть ты буквально все тебе говорит о том что ты начинаешь сначала и учитывая то что тебя не особо предупреждаешь тебя ждет потому что я надеялся то есть у я вот то что проходил за сохранить того что мне раз ну я надеялся на какой-то эпичный финал конец а у меня в конце оказался монолог монолог о том что вселенная бесконечно монолог с собой и не с собой одновременно концепция классная реализована реализована как по мне честно говоря так себе даже нет возможности на твоем корабле на котором буквально нихуя нет кроме блять выходы и руля даже нет возможности как-то попробовать вернуться но вставили бы этот артефакт и дали бы возможность вернуться в ту вселенную назад типа повстречаться своими друзьями я же получается звезда рожденный я могу как и сами и звезда рожденные как нам и говорили путешествовать сквозь вселенных но я не могу вернуться обратно более кстати то самое интересное ты уже можешь путешествовать будучи звезда рожден ты должен уже уметь хотя нет потом а вот тут стало интересно на секунду потому что смотри они же умеют это делать уже да но при этом тебе несколько раз так они у я так понимаю смотри они умеют перемещаться во вселенной в которых они уже были потому что хантер ищет артефакты сквозь вселенной он сам об этом говорит то есть он сам постоянно перемещается вселенные чтобы перемещаться в другие вселенные тогда зачем ему все артефакты если он их на нет 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 мы узнаем позже что hunter пытается предотвратить дальнейшее изучение артефакт для всех остальных потому что он в этом угрозу да но он может это дело он и при как при прыгает в каждую вселенную ищет артефакты мы и находим себя мертвого который не смог в какой-то из вселенных найти артефакты потому что ну особили но он перемещается по ним и мы перемещаемся за ним вот в том сегменте еще не пройдя через unity ладно хорошо действительно и между теми двумя как у вас ну то есть ты а потом мы не можем чуть-чуть внимательнее смотришь да то много дыр больше меньше сыра больше просто знаешь starfield это та игра в которой типа ты играй не включай мозги нахуй вот особенно кстати это касается в принципе сюжетов и большинства диалогов не включай нахуй мозги потому что ты блять просто увидишь то те же самые блять убеждения которые звучат как блин ну пожалуйста ну по-братски у влиять раз это блять жизнь всех до самой мощной брони от вангарда и собственно я могу предложить я у тебя начинают тормозить да есть такой чуть чуть слушай вот я могу просто предложить сделать как и starfield смазанная концовка спасибо что были с нами ну блять и я так долго шутка смазывает да не просто реально вот так и чувствуется концовка starfield а она просто есть это не концовка но концовка концовка которая ведет началу к началу чего к за реиграбельность с таким подходом мне кажется лично нулевая и я мне кажется сделал максимально правильно то что я решил сначала закончить сайды хоть это может быть и смазала мне впечатление от концовки потому что я пришел на перестрелку а получил монолог с объяснением вселенной после которой меня предлагают задержаться в этой вселенной и узнать побольше хотя по факту я уже узнал все и и зачем это было я считаю я считаю на самом деле был готов к этому потому что я уже услышал что это какой-то арт-хаус должен быть я не скажу что это прям арт-хаус потому что ну нихуя то такого типа там прозвучала какая-то непонятная хуйня над которой на самом деле и задумываться честно не хочется в отличие от того же я тебе сейчас начал накидывать дыры которые я заметил да в отличие от того же а утрывается где у тебя блять считай ни одного слова не произносится как вот ну ладно там ездят да непонятно там есть перевод вот этих на записи чтения и ты уже пиздец как смазываешься полете я вода я может быть это из-за того что у меня телефон садится у меня сейчас возможно что возможно кстати это и это повод уже нам потихоньку заканчивать и задавали идем уже просто какие-то итоги в общем поиграйте в аутербайлдс лучше поиграйте лучше задавайте этот подкаст на возможно увидит где и меньше еще чем первые но я надеюсь что так и будет подписчиков за последнее время да кстати спасибо большое чуваки за то что вас уже ебать 6000 я не не говорю обычно с аудиторией не разговариваю я боюсь вас ну спасибо что вы есть ребята даже я вас благодарю хотя я тут ну мимо крокодил ни хера нет и не мимо крокодил бра роча забомбите его по поводу ролика по аутербайлдс раз он им так восхищается хотя ты нам должен еще лордим форта я нихуя не должен по этому поводу я сказал что я уже делаешь форт я сказал что я не обещаю его а лор аутербайлдса я могу посоветовать кого посмотреть там человек рассказал гораздо лучше я хорошо но я не сделаешь сам не уверен короче я надеюсь комментаторы тебя переубедят а также я слушай и даже твой имплант к сожалению рил у меня его нет начала у меня зарплата была побольше и бесплатная хаты извините ну тогда давай прощаться с ребятами которые дошли до этой точки до три часа под почти мы и пиздели про starfield но это доказывает наверное что starfield игра года определен перебатали сюда такие просто думали засовет раним главное не забыть расставить тайм-коды надо будет я думаю какие-нибудь расставить определенные хотя у нас больше хаотичный разговор был абсолютно как и вся игра но я пытался поверивать как мог да в общем по геймпасу поиграть в это можно покупать это не нужно вот а учитывая то что мы и так чуть ли не скатились в разбор полетов может быть ребята из этого и комментарии комментарийного сектора нам накинут еще идеи для следующего подкаста пока их у нас нет именно поэтому все с вами был пожилой нн скуф анимешник миша и сама еще более пожилой скуф алексей квайт почему мы здесь представляем друг друга я потому что это конец я миша он квайт до свидания